Мой отец азербайджанец, моя мама казашка. Я их называю два урагана, это все равно пацан для меня. Сколько бы лет ему не было, зачем воспитывать тех, кто в принципе чистые сами по себе? Дочке это запрещенный прием. У меня родители по сей день не проявляют слабость никогда. Мам, я хочу играть на саксофоне. Если бы этого не случилось, я бы вырос просто мажориком. Я вижу, что она зашивается, я думаю, елки-палки. Я иду, я говорю, короче, все, иди спать, короче, я все сам сделал. У меня была очень большая слабость, связанная с не очень хорошим делом. Моя супруга, это моя любовь. У нее я первее, чем она сама. Так ко мне очень мало кто относился. Вторую дочку, а уже можно мы говорить? Ты должен такой, хоп, чуть-чуть собрался. Хорошо, можешь чуть-чуть одну такую слезинку пустить? Чуть-чуть, те же. Но сразу нужно включиться, хоп-хоп-хоп. Все, вот просто безусловная абсолютная любовь. Там все идет с такой легкостью, с таким кайфом. И вот это счастье внутри, оно увеличивается в многократном размере. Таптым, ау, сені, жүрегімнің емі. Узің сіз мүлдем, жаралы жан едім. Таптым, ау, сені, жүрегімнің емі. Узің сіз мүлдем, жаралы жан едім. Таптым, ау, сені. Приветствую, уважаемые зрители. У нас сегодня очень интересный гость на подкасте. Это Бахтияр. Всем известный, как Джа Халип. Вот. И я вот хочу выразить огромную благодарность, Бахтияр, вам, что вот я вас просто увидел, попросил на том мероприятии, и вы вообще даже не думали, сказали, мы это сделаем. Ну, у вас хороший контент был, ну, в смысле, содержание. Содержание, да. Важно, конечно, важно содержание. И если вкратце говорить про содержание, мы вот делаем сейчас проект, который может помочь родителям, в первую очередь на отцов направленных, чтобы отцы увидели гостей с их историями, сравнили их со своими историями, со своим опытом и взяли что-то положительное для себя. И для нас, вот в нашем контенте, которые сделали вывод для себя, что зачастую важен неуспешный опыт, зачастую важен тот отрицательный опыт, который переосмыслил гость для себя, сделал выводы и на основе этих выводов уже какие-то действия совершил, либо собирается совершить действия. И вот, я думаю, у нас будет содержательная беседа, Бахтияр. Еще раз спасибо большое. И я думаю, там вы поделитесь разными интересными вещами. Всем салям алейкум, всех приветствую. Я хотел, кстати, зрителям сказать, у нас часто зрители, которые новые приходят, они начинают спрашивать, ну зачем очень много там задают вопросов или там говорят, ведущие говорят. Но у нас фактически подкасты, это когда и ведущие тоже могут поделиться определенными вещами, чтобы двусторонняя беседа была и было понимание вот контекста всего. Да, это не интервью. Бахтияр, вы родились в Алма-Ате. В Алма-Ате. Да. И это какой год был? 93-й год. 93-й. Сейчас вам фактически уже 30 лет. 30 лет, да. А вот можно рассказать чуть немножко о семье? У меня интересный случай. У меня вообще, начнем с того, что у меня взрослые родители. Так. Сколько им лет? У них был второй брак. Вот. Что у мамы, что у папы. Вот я у них как бы единственный, скажем так, у своих родителей. У меня есть братья, и с той, и с той стороны. Братья, сестры. Вот. Мой отец азербайджанец. Моя мама казашка. Такой уже нетипичный, небанальный, короче, союз. Угу. Вот. Отец жил всю жизнь в Азербайджане. Мама в Казахстане. Вот они познакомились. По-моему, как же это называется? Нафталан есть такой. Раньше был санаторий в Азербайджане. Там лечат нефтью людей. Что-то типа грязевых. Да, да, да. И нефтяных ванн. Вот они там познакомились. Вот. И как-то закрутилось, завертелось. Вот. Потом отец переехал сюда. Здесь у него была работа. Сначала он в Актау двигался. Вот. По нефтяной теме. Нефтехимик. Да. Мама у меня журналистка. Вот. В последующем она работала долгие годы в Акимате Алманинском. В отделе развития государственных языков и культуры. Вот. То есть у меня мама всегда крутится вот именно в культурной, в журналистической, в медиапространстве. Отец у меня такой достойный мужик, который вырос в деревне. Такой нормальный у него характер. Настоящий мужской характер. Закалка, стержень. Вот. И у меня оба родители, они такие, как бы их описать. Я их называю два урагана. У них очень вспыльчивые такие характеры. Вот. И они такие по жизни никогда не стоят на месте. Всегда двигаются. Даже вот сейчас я умоляю их там. Я говорю, ну отдохните. Ну говорю, ну уже нормально. Уже я могу за это отвечать. Они как бы все понимают. Да. Но все равно они что-то предпринимают. Какие-то действия. Отец там по своим делам. Если у него там нет каких-то движений или работ. Он там домом занимается. Строит дом. Там что-то достраивает. Там внуками занимается. Помогает. Да. Там все эти моменты. Помогает своей там первой семье постоянно. Мы тоже сейчас этим занимаемся. Брату, сестрой помогаем. Там тут мама тоже постоянно движение. Вот сейчас ездила. Там недвижимость. Что-то какие-то инвестиции. В общем, у меня такие родители очень импульсивные. Очень харизматичные. Два харизмата. С очень такими яркими характерами. И по жизни очень движниковыми. Вот. Ну я так могу описать в русах. Может какие-то есть вопросы, которые могут меня навести. Есть вопросы, конечно. Но я вот насчет братьев и сестер хотел уточнить. Со стороны папы и отца сколько было еще? Со стороны папы и отца брат и сестра у меня. Со стороны мамы брат. Старший? Да, старший. Все старшие. Все старшие. Да. Со стороны отца брат и сестра они жили… Они живут в Азербайджане. В Азербайджане живут, да. А старший брат со стороны мамы? Он живет здесь в Алмате. А вы вместе жили? Мы вместе росли, да. А он на сколько лет старше? На 12 лет старше. То есть у меня отец взял за маму ответственность еще будучи с ее сыном. У моего брата тяжелая на самом деле история с первым отцом. Вот и мой отец, ну как бы вот я всегда это в отце очень очень подмечал это качество. То что он… Ну это на самом деле большой поступок, да. Взять женщину с уже выросшим ребенком, да. Это очень большой поступок. И мой отец его и в Оксфорд отправлял, короче, на обучение там по максимуму старался. Да. Для него фактически он был как родной сын. Мой брат его всегда очень уважал, очень ценил. А можно вот вернуться к истории, почему у брата была тяжелая история или это… Потому что у него тяжелый вопрос с отцом. Он до сих пор тяжелый вопрос. Он до сих пор тяжелый, да. То есть с отцом он не встречается? Отец не идет на контакт. Он даже вот на свадьбу не приезжал, в такие моменты. Ты вообще не… Я на самом деле, вот допустим, сейчас, допустим, находясь на таком тем более подкасте, да, я всегда… каждый день я, допустим, благодарю Бога за то, что у меня была семья, да, в жизни. Потому что я знаю по своему брату, что такое, когда у тебя, ну, просто разбитые отношения, да, когда у тебя нет отца. Все, когда нет одного родителя, это все уже. У нас очень много вот ребят, кто с нами работает тоже. Мы постоянно с ними работаем, сталкиваемся с этим. Это очень большой пробел. И для меня, допустим, лично сейчас в моей жизни, это такой, знаете, вот показатель того, что, короче, ты вообще не имеешь права. Никуда ни шаг влево, ни шаг в право. Все это твоя ответственность. Короче, железо бетонное, ты не можешь, короче. Что бы то ни было, нужно себя нормально вести. И нужно, в первую очередь, там, с женой нормальные отношения выстраивать, чтобы ничего не случилось. Потому что это в основном же происходит проблема родительства, не проблема, а специфика родительской вообще миссии в том, что как бы непонимание между ними, а страдают из-за этого третьи лица, да. И как бы эту тему, эту ответственность нужно понимать. Поэтому, в первую очередь, нужно вот между мужем и женой не стараться предотвратить все вообще риски и нормально выстраивать отношения. Это вот мое первое понимание, исходя из моего жизненного опыта, который я вижу по своим, грубо говоря, братьям двум, да, и сестре. Да, я понимаю, что и там и тут, у отца тоже, допустим, да, такой был случай, да, то есть там недопонимание с родителями, да, между родителями, да, из-за этого страдают дети с той и с той стороны, да. Вот, и мы с братом очень долгое время по отцовской стороне не общались. Ну, какие-то непонятки были. И я плюс, допустим, учился там, занимался. Когда я уже более-менее на ноги встал, мы вот с роднёй там, я говорю, давайте потихоньку там меня с мамедом посведёте. Да. Я хочу общаться, он же мой брат. И вот сейчас, альхамдуль, да, мы общаемся, всё классно. Постоянно я себя в Баку, мы с семейным кругом все сидим с Лалой, с мамедом, с сестрой, с братом со всей родни. То есть, они, опять же, они тоже выросли, но для них всё равно этот момент долгий был вопрос, да. Опять же, да, он сейчас вырос, он же мужчина уже взрослый. Он уже понимает, что, возможно, у отца с мамой были какие-то недопонимания. Мы же все люди. Да, это вопрос мужчины и женщины. Он всегда же такой личный. Да, да. Поэтому вот так вот получилось. Вы можете изменить мир вокруг себя уже сейчас. Например, купить машину за один день и подарить её близкому человеку. Или переехать в новую квартиру, где у каждого будет своя комната. Или открыть своё дело и менять жизни других людей. Фридомбанк. Пора меняться. Ну, Бахтейль, я подтвержу, я сам без отца вырос, у меня сожалению отца не было. И вот через, сквозь годы, и я сам уже отец четырёх детей, я понимаю, как бы, важность и задача отца. Я понимаю. И что базой отец, он является для детей, основой базы является отец. В принципе, всей семьи, если так сказать. Если вот, да, возвращаясь теперь уже к пониманию слова, что такое отец. Я вот, Бахтейр хотел бы тогда задать вопрос, а вот в вашем понимании отец, что в этом слое вообще заключается? За что он ответственный отец? Оф. Ну, я вот только новоиспечённый отец сам лично. Вот, да. И у меня был хороший пример моего отца. Всегда всю жизнь. Оф. Это, на самом деле, у меня вот недавно ещё вторая точка только родилась, и у меня с каждым разом это ответственность, она всё больше во мне растёт, да, эти переживания постоянные, да. Но в первую очередь, по нашей ментальности, да, отец в семье – это тот, кто несёт полную ответственность за всех членов семьи. Угу. Никто в семье не несёт ответственность за свои действия, кроме как отца. Отец несёт ответственность за поступок каждого в семье – жены, детей и так далее. То есть, это, в первую очередь, человек, который несёт ответственность и понимает цену этой ответственности. И, ну, вот, в первую очередь, для меня – это вот единственное слово, с которым я могу ассоциировать с отца – это ответственный человек. Это тот, кто за всех несёт ответственность, несёт ещё так же тут же и закладывается что ты являешься вектором для своей семьи ты регулируешь всю семью ты видишь нам так здесь так здесь но это там раз ужин и что-то не так ты должен там проработать до у ребенка что-то не так здесь проработать то есть ты глава в семье вот и человек который несет ответственно не даже не знаю даже как раскрыть это полноценно допустим но это это очень сложно я долго к этому шел пониманию слова отца это я сейчас которому пониманию пришел не факт что она окончательная так мне кажется это никогда не придешь вообще к полному пониманию ты просто я вот что заметил с появлением детей у меня начались сильные переживания не то чтобы лишние переживания а просто вот они сильные в настройках базовых допустим я где-то на концерте да где-то в той части мира допустим и мне жена звонит там отпрашивается можно мы там поедем с дочкой там в парке погуляем игру все окей и я каждую секунду переживаю не дай бог там дочка упадет что-то с ней случится там с женой что-то случится да и ты сидишь в этих постоянно переживаниях там дети заболеют или что-то там ну то есть это такая штука но на самом деле это наверное то что у нас и делает мужчинами по настоящему я считаю что в принципе представитель мужского пола до детей и после детей я вот до детей это все равно пацан для меня сколько бы лет ему не было бы там 30 40 50 у меня есть друзья которые там по 40 45 лет без детей я вот даже с ними общаюсь я не вижу у них вот в глазах да вот этой мужского взгляда до вот этого мужского взгляда который уже весь переживание весь стрессе наполненный нагруженный этой ответственностью вот не вижу они для меня все еще пацаны да то есть здесь не возраст определяет а именно фактор детей да ну это круто что на самом деле уже есть такое понимание потому что бахтияр у многих ребят даже после рождения второго третьего ребенка это понимание еще не приходит вот такое осознание да потому что во первых не было опыта своего опыта но имеется в семье не было опыта да кто-то либо без отцов вырос либо отцы не участвовали воспитание те кто без отцов вырастают зачастую они со своими детьми не ну то есть опять же мне допустим я в первую очередь сказал что мне повезло что у меня был отец и я по его примеру воспитание оно не работает на словах воспитание работает только на личном примере и детей не надо воспитывать зачем воспитывать те кто в принципе чистые сами по себе по фактически тебе всевышний посылает этих детей чтобы тебя воспитать просто дети они чисто они врать не умеют да они по ходу своего взросления в как сказать научиваются плохим манерам плохим привычкам от нас по идее и все что нам нужно делать первую очередь как родителям как я понимаю допустим на данный момент это стараться быть хорошим примером проводить с ними по максимуму время и первое что допустим является залогом успешной семьи это хорошее отношение с женой вот это очень важно у меня допустим старшая дочка она допустим счастлива вот мы допустим нас есть традиции вот каждый раз когда мы ночью софью же провожаем спать ну так втроем поднимаем и обнимаемся и я что заметил ей неважно когда мы обнимаем ее ей она берет нас вот так с женой обнимает то есть и недавно я исходя из знаний которого получил что в первую очередь важны отношения женой и на практике этого случая она просто постоянно повторяется я вижу что когда она видит что мы типа счастливы и друг с другом обнимаемся и вместе она от этого счастлива то есть вот от этого в первую очередь у детей зависит многое поэтому если мне кажется если ну хочется чтобы у тебя была хорошая счастливая здоровая семья нужно в первую очередь прорабатывать отношения женой да я вот здесь вот в подтверждение скажу там те знания которые у меня есть дети особенно маленькие они себя отделить не могут до определенного момента до определенного момента это это происходит условно там ближе к трем годам там начиная с двух до трех лет происходит вот это отделение когда они эмоционально и физически начинает отделяться да физическое отделение с трех лет начинается а вот эмоциональное это вот в период там полтора два года трех лет длится и для них допустим если у них самая близкая связь с матерью в основном с матери мать и ребенок это единое целое они воспринимают ребенка да и поэтому отношения еще и со вторым близким самым близким человеком если так есть я как понимаю да что второй значимый взрослый это бахьярвы для дочки и и по соответственно для нее очень важно чтобы была вот эта гармония была да и с мамой у вас была гармония потому что фактически эта гармония означает с ней самой да да это вот такая особенность детей и для них огромная трагедия если родители в этот момент там ссорятся либо ругаются фактически это происходит ругать но ссора с ребенком самим и зачастую ребенок в основной своей массе они вину берут на себя то есть они думают что это из-за них это что-то происходит часто и это еще и во взрослых даже относительно вот когда они взрослые если родители расходятся они все время это всегда будет влиять на них да это вот я подтвержу это сейчас интересный момент мы вообще к детям вернемся я не знал для меня сейчас новость то есть вторая дочь в принципе я нигде еще круто у меня у самого сын и три дочери дочери изменили на самом деле меня дочки это запрещенный прием благодаря дочерям я изменился возвращаясь вот к отцу такая очень важная тема но она сложная в том числе почему потому что у меня есть теория определенная поколение которое родилось в конце восьмидесятых девяностых годов оно в кавычках потерянное поколение объясню почему потому что был развал советского союза и родители тогда думали не о том как воспитать свою выживание а выживание и многие отцы они не выдерживали вот этих сложностей они реально не выдержали многие отцы потому что зона ответственности отцов всегда было обеспечить семью и так как оно должно 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 быть да что отец это главное он является не просто отцом а пастырем мы вернемся к этому слову пасты и когда развал советского союза произошел они потеряли работу потеряли вот эту опору и у них из-за того что не было возможности уже содержать семью откровенно говоря у них у всех стыд и вина это два самых сложных чувства которые будут преследовать каждого человека всю свою жизнь для мужчины причем болезненно это самые самые сложные болезненно чувства два чувства которые ты унесешь вот я унесу с собой в могилу это стыд и вину когда я это осознал я для себя принял решение что с этого момента я делаю все важные вещи только которые имеет смысл наполнены смыслом и несут какую-то пользу либо для моей семьи либо для окружающего общества несут и вот возвращаясь к отцам которые в 90-х годах после развала советского союза перестали выполнять роль вот этих отцов так называемые многие спиваться начали особенно культура была тогда ну и плюс после советского союза совершенно где кто-то работу потерял просто на диване сидел и ничего не делал вот и в момент что произошло что матери вынуждены стали работать отцы начали терять авторитет у детей есть есть одна важная особенность которая хотел подчеркнуть что подростки дети вообще матерям могут простить все что угодно абсолютно они даже если мать будет унижаться они скорее всего ее будут порицать но матерью она не перестанет для них это касается сыновей только или дочерей дочерей в том числе но в первую очередь сыновей но отцам они не могут простить две важные вещи первое несправедливое отношение к матери и к себе и второе слабость его слабость это не быть мужчиной либо вовне даже слабость если он мямля такой и подросток уже видит это он вот простить не может и тогда отец начинает терять авторитет и тогда этот ребенок подростком он ищет авторитет других и там компании разные образуются либо в других старшиках либо в других старшиках либо хуже всего когда вот классно когда идут в религию ислам правильную религию и находят базу а иногда находит другое как бы в другую но это такая история не хотел бы сейчас ее проговаривать почему в исламе это все четко объясняется на самом деле ислам очень многие вопросы не я сейчас не про ислам а про больше нет я говорю когда ислам это это самая вот база то что есть да самая лучшая база самая лучшая база поэтому вот когда мы даже стоим ребятами разговаривать до до вашего прихода и я говорил что очень важно чтобы было воспитание духовность в семье она была вместе она является и ключевым ключевым и за это отвечает отец две ключевые вещи они являются вот этой базой вот этим фундаментом в котором на котором вырастет там ребенок теперь 90-е годы дети которые выросли без должного внимания своих родителей в первую очередь отцов они становятся сами отцами и у них либо отрицательный опыт но родители либо отсутствует еще опыт и они теперь становятся отцами я не знаю как быть отцами потому что их родители по большому счету ими не занимались и вот я бы хотел бы услышать вот ваше мнение как вы считаете как вы находите вот эти знания да как быть мужем и и и отцом интересно да вопрос того что дети не прощают отцу несправедливое отношение к матери не прощает несправедливое отношение к а ты же себе и не прощает ему слабо слабость вот я с учетом того что у меня отец очень сильный очень сильный как мужик вот я его уважаю максимально я всегда везде когда сижу игру вот мой мужской пример моей жизни это мой пахан и но у нас вот были допустим случае вот когда я рос допустим там период от там одного года до десяти условно на в этот момент пахан активно работал то есть он постоянно в командировках там движение там то все вот в этот момент но и мама занималась до поставим детский садик отец был в моей жизни да ну смысле но из того что он работал постоянно не было возможности но он все равно присутствовал я вот вся отчетливость я всегда помню его присутствие в моем в этом возрасте от 1 до 10 мы там шахматы играли на семейных праздниках года я помню там мой юбилей там 5 или 10 лет на было там ресторане пикассо там у нас под домом да я все это помню да но отец он всегда двигался там тут короче вот в этот момент мама допустим мной занималась потом пошел такой период где-то в 15 или по моему 14 лет я сейчас могу ошибаться в датах просто это так казалось бы недавно было хотя нет уже 15 лет до прошло я уже немножко запутанный в годах ну примерно я буду называть года вот в этот момент у отца моего допустим пошел там хороший я уже когда подрос уже в школу ходил мамам там пошла на работу уже все у меня более-менее забота любовь все она пошла дальше там работать в акимате работал отец занимался своей темой вот и все вроде хорошо у нас было мы были такие средние зажиточные хорошая семья все было четко все было отлично я ни в чем не нуждался учился в хороший средний но в хорошей гимназии не там хорошее образование было меня там отец отправлял и в англию один раз на месячные курсы там постоянно попекся обоим о моем образовании и так далее да вот но в какой-то момент настал период нашей семье когда моего отца определенным путем ну это такой полу рейдерский там через схему кредитов банки короче моего отца отжали бизнес короче вот и наша семья резко канула короче вот из хорошей жизни представьте ты вот там все проблемы начались растешь и такая тема все у нас забирает квартиру потому что она была в залоге у банка и все мы короче не знаем что делать короче и я в тот момент я вспоминаю у меня была такая чуть обида на поднаться да вот то что вы говорите то есть я увидел его слабость да но на самом деле вы подумали что это слабость я подумал что это вот я к чему хотел подвести на самом-то деле это нифига не слабость была просто я вот сейчас подрос я уже отца понимаю да как мужчина мужчины у нас с отцом прям дружеские отношения да пусть и я вырос да и вот говорят что взросление мужчина один из факторов взросления мужчины ты когда он начинает понимать своего отца как мужчину и вот в тот момент мне почему-то казалось что отец что-то сделал не так вот ну понятно кипиш семье паника что мы будем делать там и так далее мы потом переехали у нас не было никаких возможностей были там какие-то сбережения мы мотались там по съемным квартирам мы их на самом деле как бы их много не было все равно они быстро улетучились и мы пья помню переехали короче на джандосово и сауи это это фактически край города там я помню еще табличка там алматы и так зачеркнут вот на тот момент и а я еще вырос ну во дворе с такими не особо хорошими ребятами но такой средний центр полу центр полу короче не центр да муганова джамбула там пацаны софторма и так далее да там рекуановский шагай там дворы все наши короче вот такие все были ровные чуть-чуть шалили всех хулиганили но все были ровными прям до такого прям страшного не доходило и так далее вот и потом я грубо говоря с вот этого центра грубо говоря для в моем понимании центра мы переезжаем вот в эту времянку которая у нас там была на брата оформлена короче и мы живем а там короче две комнатки печка на дровах надо там дрова уголь там все дела отец причем молодец ничего нравится в отце вот даже сейчас мы в доме живем он деревья посадил дом построил баню построил когда мы в эту времянку переезжали он батареи взял всю эту как это сказать обогревательную систему настроил то есть он такой на все руки короче чем и я пони ну я так даже не понимал что отец мужчина и нам мужчинам сложно она реально сложно и он просто не знал что делать ему там всякие чуваки висят бабки но они не возвращают на что должники в основном не возвращают бабки и вот сейчас допустим если бы я сейчас своими глазами смотрел нация бы проявлял к нему сочувствие сильное да и такое мужское понимание до солидарность до солидарность на нормально сочувствие нормально мужской сочувствие конечно лежалось вот а тогда у меня почему-то была обида короче мне за это стыдно на самом деле по сей день перед отцом стыдно за это вот но допустим что произошло в этот момент что интересный фактор то что мама понимая всю ситуацию у меня мама там не начала все я тебя уйду там туда-сюда короче она взяла все на себя то есть она начала усиленнее работать мы начали там челночить в урумчи короче покупать вещи ну короче двигаться дам шустрить в это время отец нам допустим вот мы живем в этой время он раз там землю спахал баклажаны посадил словно мы зимой там я помню зимой но особо копеек нету ни на чем раз там банки откроешь пахан баклажаны сам посадил с черным хлебом ржаным с маслом то есть в принципе я всегда в родителях знаете что видел то что они никогда не сдаются есть что меня сильно по сей день вдохновляет них что они друг другу с пониманием относится да то есть мать понимал что отцу сложно и она все на себя взяла или наоборот когда она понимала что отцу надо двигаться она на себя взяла меня да то есть и как это нам не отразилось это отразилось на мне то что я понимаю что семья это поддержка друг друга, да, то есть для меня семья это как два боевых товарища, да, которые на этом, жизнь же это реальный фронт, это испытания, конкретные испытания, здесь реально сложно находиться, жизнь это испытания, люди сильно обманываются, да, когда думают, что жизнь это какое-то сладкое, там, сладкое место, это конкретный лабиринт, куда нас послали, чтобы нас испытать, вот, нужно всегда об этом помнить, и что мне нравится в моих родителях, аль-хамду-ли-ля, да, мои родители, они именно те люди, у которых есть стержень, сила, терпение, четкий характер, и вот это, знаете, есть такая суна классная, не проявлять слабость, у меня родители по сей день не проявляют слабость никогда, я помню, когда у нас, допустим, квартиру забирали, я-то маленький, мне 14 или 15 лет всего лишь, я, по сути, подросток маленький, я сижу расстраиваюсь, да, то, что я вот сейчас, друзья мои, там, этот дом, эта квартира, где мы всю жизнь жили, я чуть сплакнул, короче, я тогда помню, мне пахан, говорит, не плачь, что ты плачешь, это мелочь, говорит, это вообще мелочь, и я с тех пор, вот, помня слова отца, короче, всегда стараюсь в такие моменты, все, нельзя плакать, короче, слезы только для Всевышнего, слезы только вот в определенных моментах, да, и и мама, и отец у меня такие они, два боевых, да, как я вначале говорил, и благодаря ним, в принципе, я в жизни многого добился, да, может быть, мои родители, хотя, в принципе, в духовном плане они очень много мне тоже дали, у меня отец, допустим, до 15 лет всегда меня контролил, типа, до 10 вечера, чтобы на хате был, никаких, там, 10, 15, 10, 30 такого нету, то есть, до 16, 17 лет, причем мне мама недавно рассказывала, что они, оказывается, это сообщать делали, у меня мама играла в хорошего полицейского, типа, ну, типа, Гусейн, оставь его, ну, что ты, ну, типа, ну, пусть погуляет, он, не, не, 10 часов строго, а он ей, оказывается, объяснял в этом моменте, тоже важный фактор, он ей объяснял, что, короче, пацанам важно вот до такого возраста, им важно до 10 быть дома, потом уже надо будет его, наоборот, отделять, и уже, чтобы он начинал работать, становился самостоятельным, а я думал, что просто так все получается, да, оказывается, там у них своя стратегия проходила по поводу меня, в какой-то момент меня родители прямо, они потихоньку меня отпускали, и уже потихоньку занимались тем, чтобы я становился самостоятельным, потому что я мужчина, что я должен уже себя с 18-18 лет приучить тому, что надо зарабатывать, конечно, надо учиться быть, там, нормально, не вырасти мальчиком или маменьким сынком, поэтому у меня родители в этом плане меня так грамотно проработали, вот по сей день, и когда у меня еще появились свои дети, фуф, мне вообще стало стыдно перед родителями за все, потому что я-то сейчас уже понимаю, что такое быть родителем, хотя не так полноценно, как они, потому что я же не прошел еще, я даже детский сад не прошел, но мне уже стыдно, потому что я понимаю, теперь на своей шкуре понимаю, как они за меня переживали всю жизнь, вот, поэтому здесь такой важный фактор, ну и плюс родители, это первые люди, которые после Всевышнего имеют на тебя очень большое количество прав, ты не можешь даже в их сторону говорить, уф, вообще не цокнуть, ничего, короче, вот, то есть, такие моменты, и по сей день, вот мне сейчас 30 лет, я все еще сын своих родителей, и я каждый день уже прорабатываю те моменты, которые я как сын должен успеть проработать до конца своих дней перед родителями, это стараться уважать их, стараться слушаться во всем, да, потому что когда ты подросток, это еще прощается, да, там, твоя мятежность, там, бунтарский дух и так далее, а сейчас уже нет, допустим, сейчас уже вот последний, по-моему, год или полтора максимум, я практикую с родителями на вы разговариваю, я, как, всю жизнь с родителями на ты разговаривал, а сейчас начал на вы разговаривать, и это во мне уже внутри перенастраивает мою субординацию по отношению к ним. Очень круто. Реально, я уже себе не могу, я один раз, там, раз случайно маме ты выкину, мне стыдно, я уже стараюсь, это ты так, знаешь, загасить по дороге, чтобы мама не услышала, что я тыкнул, и, то есть, с такими моментами сейчас уже на 30-летнем, как 30-летний сын, уже другого уровня идут, ну, трансформации внутри, перед родителями, и это постоянная тема, постоянная жизнь до конца, до конца дней их мы будем вот так вот стараться, себя улучшить, мы обязаны быть хорошими детьми для своих родителей. Ахтер, вот, спасибо, что поделились с этой историей, потому что, вот, какой я вывод делаю из истории родителей ваших отца, вот, как потеряли там бизнес, потом квартиру, мое мнение, что прям совсем крепкая семья стала именно в этот момент, это мое мнение, потому что именно в трудностях вообще проявляется вот эта крепкость, она крепкая семья или не крепкая, и я, конечно, вот мы говорим насчет слабости, да, откровенно говоря, я там не вижу слабости. Вообще, это мне оказалось. Да, я так и понял, но это насколько сильный отец, да, что, невзирая на то, что вот в момент все ушло, не сломаться, а проявлять стойкость, а еще и мама, она, видя эту всю трудную ситуацию, взяла на себя, да, взяла какой-то удар на себя, тоже взяла, там, ношу какую-то тоже взяла, потому что больше работать надо было и так далее. Это, конечно, достойно очень большого уважения, и я честно скажу, что дети таких родителей, которые выросли у таких родителей, в абсолютном большинстве, они, как минимум, такие же стойкие, не ломаются. Вот, и я думаю, что и бактерии вы такой же. Поэтому такие родители являются примером, являются базой для своих детей, и дети становятся от этого только сильнее и крепче становятся. Я вот сейчас себя на такой мысли поймал. Помните, мы вначале говорили, что нельзя воспитывать словами, да? И вот мне мои родители дали духовное. Я вот сейчас только для себя размышляю, понял, что мне действительно родители дали очень сильный духовный стержень. Они мне дали очень важное качество, которое в жизни должен обладать человек. Это терпение. Уметь терпение. Вообще терпение – это суперкрутое качество. Вот если человек этим качеством овладел и стал каким-то мастером в плане терпения, у него в жизни, по факту, все сложится. И в это, и в следующий, дай бог, да? И что очень важно, допустим, даже вот дом, о котором мы говорим, я, допустим, я-то все же финансы у меня, у меня прошли финансы, допустим, да? Но, допустим, я отцу говорю, вот, пап, давайте, типа, мы уже, в какой-то момент, когда у меня начались первые гастроли, концерты, я уже перевез родителей в город, мы снимали квартиру, я помню, классная квартира такая была, на Калинина Сифулина, такая романтическая, все классно, мы там жили спокойно, вот, потихоньку начало выправляться, через, через, по-моему, где-то к 18 годам, потихоньку у меня пошла карьера, я начал уже зарабатывать, и уже мог на себя взять ответственность за родителей, то есть, квартиру, какие-то там, базовые потребности, закрывать, чтобы родители об этом не волновались, не переживали, вот, и потом уже, когда пошли нормальные деньги, через тоже несколько лет, 22-23, и я уже все, я уже подумал, надо, короче, нам построить дом, чтобы у нас было свое жилье, и я всегда с отцом советовался, то есть, я никогда, как я, кто я такой, чтобы вообще что-то это, и я отцу говорю, вот так, так, что думаете, пап, и мой отец нашел такую классную точку, короче, за маленькие деньги, там, кто-то, короче, кому-то нужны были срочно деньги, он нашел в горах, вот здесь буквально классный, с фундаментом уже готовым, все сам, там, с дядькой нашим, спроектировал, короче, со своими кентами, там, у него, у нас есть друг семейный, дядя Эльдар, это его кент с детства, вот, он там электрику продумал, ну, короче, и вот, в такой атмосфере, то есть, опять же, всю жизнь мы двигаемся, все вместе с семьей, я, мама, папа, всю жизнь, всю жизнь, то есть, я там на гастролях зарабатываю деньги, в этот момент отец строит дом, короче, все продумал, здесь такой проект, здесь так сделан, здесь так сделан, и вот, вот это, наверное, самое ценное, что я в семье получил, потому что я понял, что такое семья, семья это, когда вы друг друга реально поддерживаете, когда вы одной ячейкой общества, такой, прорываетесь, сквозь этот жестокий мир, короче, не сдаетесь, и вот, удивительно, да, удивительно, то, что, фактически, мир-то большой, и он, на самом деле, суровый, жестокий, но, вот, три человека, вот, из семейной любви друг к другу, могут этот мир победить, да, в каком-то смысле, да, у меня вот вопрос, там, было про терпение, то есть, в чем идея, в определенном возрасте, дети, они, исследуют, мир, вот так, Аллах, создал Всевышний, что у них есть, огромное любопытство, к познаниям, к знаниям, к познаниям, вообще исследованиям, и, вот, исследования были, показывали, что, вот, ребенок берет, и одну и ту же фигуру, например, собирает, может, 30-40 раз собрать, она похожая, вот, ну, вроде, одинаково все, но он только определяет, когда она для него станет идеальной, ну, мы это наблюдаем по маленьким детям, по маленьким детям, это исследование, да, и они строят, 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 и в этот момент, им нельзя мешать, они в этот момент делают, проявляют вот это терпение и волю к достижению результата, но результата того, который его устраивает, не тот, который ему пришел бахтьяр и сказал, сделай вот так, а именно то, что он хочет, как сделать, потому что это ему интересно, он делает, если у ребенка такая возможность, в детстве была, в маленьком возрасте, и ему не мешали, не говорили, да, я за тебя сделаю, или хватит это дело, что ты там делаешь, или не хватит играться там, то тогда у ребенка проявляется эта воля, и эта воля будет с ним, по жизни эта воля будет, то есть, как бы ему тяжело не было бы, он будет продолжать, это отдельный вопрос, да, это тоже у меня есть жизнь, это тоже был у меня жизнь, я вот это хотел узнать, были ли запреты какие-то там в детстве, я единственную поправку сделал, все-таки вот касательно родителей, я, наверное, говорил про сабр, то есть, когда пришла проблема, отец проявил сабр, не сломался, проявил терпение, про волю, тоже классная вещь, и на самом деле, вот вы сейчас говорили, я сразу вспомнил, у меня как в детстве было, вообще у азербайджанцев, в ментальности семейной, есть определенные шаблоны, вот то, что отец говорил, там до 16, до 10, там это, это все прописано уже, идет там от предка к предку, там и так далее, вот ментальность азербайджанцев, как устроено, допустим, за образование, и культурное обогащение ребенка, отвечает мама, отец занимается воспитанием, у нас, к сожалению, в обществе сейчас сделали наоборот, типа, воспитывать должна мама, это, это не работает, мама, это мама, но мама, не всегда авторитет, для детей, поэтому воспитывать должен отец, вот для этого нужен отец, у меня отец всегда очень строго был, насчет разума, никогда занятия есть, один раз он узнал, что я прогулял занятия, я там такое получил, короче, я после этого никогда занятия не пропускал, по-английскому, поэтому, потому, и благодаря этому, я вот сейчас в Лондон куда-то приеду, я могу что-то говорить на английском, потому что когда-то мне в шестом классе отец узнал, класснуха позвонила, говорит, ваш сын не ходит на английский, опася, ну-ка иди сюда, короче, все, то есть, и все, там отцовская тема, сразу работа, ты сразу понимаешь, но, допустим, мое культурное и мое образование, отец всегда доверял маме, да, мой отец всегда хотел, как и любой отец, как и всякий отец, большинство отцов, хотел, чтобы я пошел по его стопам, стал нефтехимиком, там, таким, знаете, блатным, хозяйственным, короче, мужиком, грубо говоря, вот, но так получилось, что, что-то в пятом классе, я с пацанами увлекся музыкой, мы там у меня дома студию поставили, и, в принципе, у нас там мы слушали 50 цента, вот эта рейперская тема, тогда была волна сильная, вот, и я увлекся музыкой, короче, плюс меня мама всегда водила на концерты, всегда какой-либо концерт был, там, во дворце республики, у мамы всегда есть пару билетов, она меня всегда берет, я все свое детство, там, с четвертого класса я провел на концертах, вам было интересно, правильно? Ну, классно ты находишься, ведь даже не понимаешь, там, суть этой музыки, там, кто будет, там, хоть Джамира Куай, Басков тебе пофиг, просто мероприятие, классно, атмосфера прикольная, и тогда, очень интересно, в четвертом классе, мне мама повела на концерт Баттера, Баттерхана Шукенова, и, мне понравился он, мне понравилось, что он был такой, у него такая энергия была классная, артисты же, это люди, с огромным энергетическим полем, ты, фактически, выходя на сцену, можешь на себя взять 2, 4, 5, 10 тысяч человек, и держать их, ну, настоящий артист, он может держать на себе, есть артисты, которые не артисты, которые просто пришли попеть ради себя, они в таком коконе закрываются, а люди в зале не понимают, мы на концерте или нет, а вот Баттер, представьте, Баттер был реальным артистом, и даже я, четвероклассник, почувствовал его энергию, почувствовал его, какой-то классный его образ, как личность, и он мне понравился, я говорю, блин, он классный чувак он, и, мне понравилось, что он пел, и играл на саксофоне, то есть, он там поет, танцует, и раз, взял саксофон, что-то сыграл, и в тот момент, я еще дома смотрел, такой был сериал, неизвестный, по-моему, канадский сериал, по какому-то 31, это ходил Найтман, назывался он, я не знаю, надо, кстати, найти, посмотреть его, там, что интересно, чувак какой-то, типа, супергерой, там, банальный, там, закос под Бэтмена, был страшнейший, но он в свободное время, в баре играл на саксофоне, короче, и что-то меня везде, этот саксофон, преследует, преследует, и я просто маме ляпнул, говорю, мам, я хочу играть на саксофоне, короче, причем, я вообще-то не всерьез сказал, просто вот, что-то вокруг меня, на меня повлияло, да, так, мама говорит, все, супер, а у меня мама же человек культурный, у нее, у нее, у самой, допустим, она, вот, моя бабушка, дедушка с маминой стороны, у меня все, вот, тетя, два дяди, все владели музыкальным инструментом, то есть, там тоже, там, наша бабушка, она преподаватель, учительница, да, а мой, получается, дедушка, он судья, то есть, там тоже такая семья, четкая, да, и там вопрос образования всегда очень, такой, приоритетный старался, и моя мама в этом плане, она такая тоже учитель, она в бабушку пошла, и она, опа, хочешь музыкалку, типа, все, давай, короче, я параллельно, вот, участь в школе, параллельно, у меня прям рядом со 105-й школой, была пятая школа, среднеспециализированная, имени Тулебаева, и удобно как раз, я хожу в школу обычную, и после, после обеда, когда школа заканчивается, просто два шага делаю, и тут же у меня, получается, саксофон, и я вот так вот, начал заниматься музыкой, плюс параллельно, мы с пацанами на районе, сделали у меня студию, потому что мы слушали тогда 50 цента, и так далее, я там уже начал делать музыку, короче, что-то делать, что-то мы с пацанами, у меня в комнате сочиняли, и вот мои родители, никогда, ну, никогда этому не препятствовали. Я вот хотел небольшой комментарий сделать, а может и большой он будет, по поводу Батархана Шукенова, и вообще про то, когда человек, ребенок выбирает профессию свою, чем будет заниматься. Исследования показывают, что примиряться он начинает, плюс-минус, там, в 5-6 лет, а такой уже более-менее осознанный выбор, он делает в 10-13 лет. Поэтому важно, чтобы у детей была возможность пробовать разные вещи, а у родителей была возможность сдать, попробовать, и плюс они, чтобы не запрещали. История про Батархана Шукенова. В 2006 году, в январе 2006 года, у меня был очень долгий и откровенный разговор с Батарханом. Один на один. Мы разговаривали очень долго, часа 4-5, наверное. И он был очень откровенный. Я не могу многие вещи рассказывать, потому что это личные вещи Батархана были. Он мне рассказывал про дружбу, какой друг, какой человек, там, Володя Пресняков. Почему он ушел из группы, отношения с семьей. И как он приехал в Алмату, и фактически его выходил старший брат, Бауржан Шукенов. И он, в том числе и он, заставил заняться обратно творчеством. Вот тогда появился альбом от Анана, знаменитый. Ну и разные другие вещи. Вот. И я, когда потом, относительно, не там, года два назад с Бауржаном, с Баке разговаривал, я говорю, Баке, вот такие вот вещи, вот, с Батарханом у меня такие-то разговоры были, вы об этом не знали. И я вас тогда просто не знал. Вот. Но, знаете, я вот изучаю образование и хотел узнать, в какой момент Батархан стал музыкантом. Вот где-то примерно в 10-13 лет плюс-минус проявляется вот эта особенность. Что было в этом возрасте у Батарха? Что было? Он говорит, я вспомню. У нас обычная, говорит, квартира в Казаларде. трёхкомнатная. Мы три брата в одной комнате. Три брата живём. Потому что сестра в отдельной комнате, мы в травём в отдельной. И у нас, говорит, был сосед, студент. Он на гитаре играл. Он в Таразе, в Джамбуле, тогда в институте учился, и он приехал, музыкант с гитарой, и Батар у него выпросил гитару на два дня. Тот дал. На два дня. Тот показал ему какие-то аккорды. И Батар, короче, эти двое суток бренчал на этой гитаре. Я, стоп, подождите, я говорю, а как так? Я говорю, вы втроём в одной комнате, и он тут бренчит, он же играть не может, как Афония же там. Он говорит, а Баке говорит, Бауржан, он говорит, ты знаешь, наши родители так воспитали, что они нам ничего не запрещали. и было так заведено, что кто бы что ни делал, ему не запрещали это делать. И говорит, я сейчас вспоминаю, ему уже скоро гитару отдавать, вторые сутки заканчиваются, ему скоро гитару отдавать надо. И в этот момент пошла мелодия. И он заиграл. И после этого он всё, он увлёкся серьёзно музыкой. Увлёкся после этого. И возвращаясь к этой теперь, к вашей истории, к этой истории, что получается, что были созданы, были определённые правила в семье. Запрет или наоборот отсутствие этих запретов. И была возможность, вот допустим, в вашем случае мама, она вас водила на концерты, и плюс она реализовала вашу возможность саксофон. Я же понимаю, что такое саксофон. Это не просто так саксофон. Это очень большие бабки. Одна трость тогда стоила 100 долларов. Трость. Это невероятное просто отношение вашей мамы к вам и плюс вашего отца, потому что он... Который не хотел. Не хотел, но он всё равно. Не хотел, да. И я вот к чему веду. Если бы не было бы такого воспитания в той семье у Батырхана, да, то, по идее, же там уже в первые сутки шапалак бы получил бы, гитару забрали бы, слышь, ты достался этой гитарой. Так что и произошло с моими друзьями, с которыми мы на студии работали же. Мы же вот эти первые годы, когда работали на студии у меня дома, мне, допустим, родители разрешали держать дома студию, приводить друзей, записывать песни. А им потом, по ходу, моим кентам начали уже родители говорить, типа, фигня не страдать, что ты типа, какая музыка, а я не остановился. То есть, уже через два года после этого я уже дома один был, никого не было, и я уже там, уже поглубокий в эту тему. Потому что вы уже, я говорю, вы определили то, что вам нравится, я говорю, вот в это время примерно то же самое, я так понимаю, да, было? И мне не дали стоп на этом. И не дали стоп. Вот две вещи. Кроме того, что, во-первых, вам дали возможность выбрать, не дали стоп, и еще самое главное создали среду, про которую мы же говорили, что нужно еще создать среду. А в последующем еще что интересное произошло, вот когда, это вот примерно в 10-13, вы правильно говорите, пятый класс, это примерно 12-11 лет. 11, потому что я один класс перепрыгнул. Потом, когда вот в 14-15 у нас случилось это в семье, мы же начали по съемным квартирам переезжать. И я к отцу подошел, у нас там был какой-то банк денег. Я говорю, пап, можно я из этих денег возьму себе там на микшерный пульт, на микрофон нормальные колонки, и я дома студию сделаю, и буду записывать людей, и буду деньги какие-то мучить, короче. И вот мне тогда отец сказал, хорошо, короче, я тебе даю, но ты мне вернешь эти бабки. И тогда у нас с отцом начались, короче, темы такие, то есть он уже потихоньку, то что, помните, он говорил, нужно в какой-то период его прорабатывать как самостоятельную единицу. И все, и мне не запрещали. У меня дома была студия, весь район у меня писался, по трешке, по четвере тенге, то есть одна песня, там три-четыре тысячи, и я какие-то деньги уже, у меня были на карман деньги, и я еще мог, альхамду лилля, я мог, я-то, в общем, семье помогать в какой-то ситуации. Отец ваш очень крутой, я, ну и мама, я отец. Мама, отец оба, оба. Да, я вот сейчас вот рассказываю историю. как бы это не звучало странно. Ну, я вот, как бы восхищен родителями, да, потому что и зрителям будет это интересно, потому что на вашем уже примере ваших родителей уже видно, что вот есть бахтияр, который стал бахтияром, джахалибом, да, скажем, стал, вот именно благодаря родителям стал, ну, фактически так. Да, да, причина большая. При этом понятно, что вот тот талант, Всевышний каждому ребенку дает талант определенный. Через причины. Через причины определенные. А родители должны раскрыть этот талант и взрастить этот талант по возможности, да. И они это сделали. Они были, они, фактически, мои родители ко всем почти моментам в моей жизни, моему становлению, моему характеру, моей жилке, моей хитрости, моей разумности, да. Плюс, вот мы сейчас говорили про спорт, это уже брат мой старший, да, который вместе с нами жил всю жизнь и тоже, как я говорил уже, отец мой всю жизнь старался заменить ему отца. Всю жизнь, вот. И мы классно так жили, все вместе двигались и был случай, когда, по-моему, в седьмом классе, короче, я не обидное что-то сказал своей однокласснице, подрались потом, не обидное что-то сказал своей однокласснице, причем она была моей названной сестренкой, помните, такие моменты раньше, ты моя названная сестренка, ты моя названная братишка. А ее другая девчонка, они когда встречались с ее парнем, который по сташе, она ее настраполила, ой, вот типа бах, а тебя сегодня оскорбил, короче, на уроке. А та даже, ну, даже не помнила, о чем речь, короче. И потом вот этот пацан пришел, он был, причем я был в седьмом или в восьмом классе, тот был уже, по-моему, первокурсник или заканчивал школу. Мы, короче, задал, он больше хапанул, если честно. Я потому что чуть побольше был физически, крупнее чуть. Я прихожу, но у меня техники не было, короче. А у меня братан, он-то, вот у меня как раз братан, он потерянное поколение, он дети восьмидесятых, вот они, мы-то все равно дети 90, которые в 90-х родились, мы в двухтысячные уже росли, и в двухтысячные уже было чуть полегче, чуть полегче было, да. Вот, а мой братан, именно он прошел через такой страгл, реально, через гетто, через драки. Я помню, мой братуха, он в детстве, допустим, мне 6 или 7 лет, и он дома, после какой-то заварушки, короче, весь поколоченный, короче, а он на бокс ходил, боксом занимался, тогда это популярно было, и он там щегол, типа, давай массаж будешь делать, все, я лежу, короче, братану массаж делал, и он такой, он тоже всю жизнь за меня переживал, именно за мое спортивное, физическое, потому что он, будучи выросший в те годы, он понимал, что я сладко живу, чего вы, а им уже кайф, да, у них там, у него музыкалка, там, пацаны студия, рэф, там, все по кайфу, короче, но нужно тоже за себя уметь постоять, и когда я вот вернулся, он говорит, все, короче, завтрашний день, при том, что он был взрослым пацаном, который работал, у которого было, не так много времени было, он тот же мужик, который выживал в этом мире, да, и я, блин, пришел, и он взял, пожертвовал, да, там, своим временем, и со мной ходил на тренировки по кикбоксу, он был моим спарринг-партнером, и вот мы три года ходили с ним на кикбокс, потом, когда мы уже на кик не ходили, потому что там у меня универ, это, то все, мы ходили на резину на центральном стадионе, постоянно два километра, потом три, потом четыре, он когда узнал, что я, короче, занимаюсь рэпом, или это шестой класс, шестой класс был, он мне подарил музыкальный центр, супер дорогой, с крутыми рэп-альбомами, там, касты и так далее, я помню, такой подарок был дорогой, я его поставил, я слушал рэп-музыку, короче, начитывал, причем, там такие ужасные песни были, там такие слова были, ужас, я еще вспоминаю, мама на кухне, вроде там, готовит что-то, неужели она, слышав то, что я слушаю, мне не сказала, ты что гонишь-то, там, мы брали пару пакетов планов, водки, там ужас был, а что, короче, но в чем прикол, я повторяю эти песни, не понимая смысл слов, у меня выработалась ритмика, ритмика, то есть, я повторяю за ними, уже у меня выработали, здесь такие ходы, бывают такие структуры, бывают двойные рифмы, такие, ну, то есть, и здесь, знаете, вся поддержка от моей семьи была, а саксофон мне тоже, брат покупал, один из саксофонов, когда я перешел уже, сопрано, я перешел на более тяжелый микрофон, мне его брат купил стаж. Брат любит вас? Да. Откровенно, да, искренне любит? Да. Сіз айналыңыздағы әлемді қазір өзгерте аласыз. Мысалы, көлікті біргінде сатывалу, және оны, жақын адамыңызға беру. Немесе, жаңа пәтерге көшу. Мұнда әргіндің өз бөлбесі болады. Немесе, өз әсіңізді ашу, және басқа адамдардың өмірін өзгерту. Freedom Bank өзгеретін уақыт келді. Өте өзбірі әргінді. Бірақ! Маму тепер в житях хотел вернуться. Мама, вот кто для вас мама? И как с детства вспоминаетесь? Ну, во-первых, первое, за что я маму уважаю, реально, да, у меня мама, наверное, самая сильная женщина, которую я когда-либо знал. Да, вот за, я общалась со многими олигархами, успешными людьми премьер-министрами министрами и знал их там меня знакомили их семьями с их вот сильнее моей мамы я никого не видел время первых у меня мама которая выросла с тремя мужиками в одном доме и еще каждого из нас обувала одевала кормила успевала работать успевала то у меня мама движниковый человек максимально вот от мамы у меня шустрость предприимчивость не боязнь что-либо делать куда-то лететь что-то искать что-то пробивать вот вот это вот штука у меня именно от мамы вторых у меня мама она такая вот что я от мамы сильно получил меня мама научила к тому чтобы здраво и очень грамотно относиться к критике людей и понимать что не всегда то что тебе говорят замечание это не значит плохо вот мама меня к этому приучила до приучила к тому что не всегда то что нам кажется плохим является на самом-то деле плохим да и она научила меня проходить через испытания. Потому что она такой человек, пока отец там причины создавал, да, чтобы эти испытания. Мама именно, она показывала мне своим характером, как не сломаться. Вот я по ней всегда смотрел, потому что сын-то все равно на мать всегда смотрит, на ее поведение. Я смотрел на отцовские больше действия. А у мамы я смотрел на то, как она с этим морально справлялась. И мама шикарно с этим всегда справлялась. Вот никогда маму ничего, вот я всегда помню, я чувствовал, ей тяжело, ей там это, но она все равно никогда не сдавалась. Вот в этом плане она меня научила быть сильным. Второе. Мама научила меня тому, что нужно всегда чему-то учиться, постоянно какие-то обновлять свои знания. Она меня точно дала мне образование, исправила с этой задачей шикарно, идеально. Из-за того, что я фактически капризный ребенок. Я ярке, 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 да, это называется? Я ярке балована. Я избалован. Вот откровенно говоря, я избалованный, да. То, что с нами случилось, когда у отца забрали бизнес, это на самом деле такая милость от Аллаха была. Потому что, если бы этого не случилось, я бы вырос просто мажориком. И, возможно, меня... И, скорее всего, здесь меня бы не было. К сожалению, через такое испытание, но в этом для тебя большое благо. Он же, он-то наимудрейший, он знает. Я думаю, счастье. Да так какому невероятному счастью я эти времена с улыбкой вспоминаю. Я думаю, если бы этого не было, это... Я не знаю, что бы со мной было. Так вот, во-вторых, мама... Нет, во-вторых, она дала мне образование. Да, мы это закрепили. В-третьих, мама мне показала, что такое быть женой. Вот на ее примере я... Когда она не бросила отца, будучи, когда у отца ничего осталось, еще и помогла ему, еще и не давала никому из нас в семье расслабиться, ни мне, ни брату, ни отцу, она говорит, давайте вставайте, давайте двигаться, короче. То есть, основной механизм тоже с мамы шел. Она всех мотивирует. Че, че, че? Че разлеглись? Давайте, все, давайте. И мы все, 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 надо двигаться, короче. То есть, вот это в маме, это вот ее самое незаменимое. Главной мотиваторой она была. Никогда! Хоть ты и будешь там на дне, на дне ямы, короче, она тебе скажет, че? Че? Давай, карабкайся. Че ты сидишь? Размяк, да? Фактически, все равно, знаете, очень такая важная штука. Я считаю, что мы, мужчины, в таких ситуациях немножко сентиментальны, да? Мы пытаемся быть жесткими, потому что жизнь нас обязывает, ответственность нас обязывает, да? На самом деле, внутри мы хрупкие, да? Но если рядом с тобой жена, которая сильная жена, вот реально, и моя мама в этом плане сильная, да? Есть, это большой плюс, потому что в тот момент, когда ты ослабнешь, а мужчины все равно ослабевают, потому что нам, мужчинам, сложно. Реально сложно. Вот мы с женой, она недавно мне говорит, блин, я недавно поняла, ты реально, когда из дома выходишь, ты, говорит, в такой, говорит, в такой, в такой ураган, ты выходишь против мира целого, да? Она вот, ну, она же тоже, мы новоиспеченная семья, мы познаем это, да? И вот в какие-то моменты я домой приезжаю, мне там иногда такие проявляются, да? Тяжелые вещи, да? Социопатия у меня развивается, там определенные выгорания, да? В эти моменты важно, чтобы была жена, которая тебя и успокоит, и в то же время скажет, в нужный момент, все, давай, родная, короче. Восстановился? Давай, let's go, короче. Вот, и мама всегда была вот этим человеком, мотиватором, да? И по сей день она такая, она по сей день всю, весь наш дом настраивает, всех строит, что там ехала, ты туда, ты сюда, там, вот недавно туда поехала. Она еще на своем личном примере показывает. То есть она не просто, да, командир, не просто НВПшник, да, толстый, который там учит пацанов молодых маршировать и гранаты кидать. Она, грубо говоря, полевой офицер, который сам стройный, который сам, она говорит, надо двигаться, надо что-то инвестировать, надо что-то думать, сына. И сама едет куда-то, короче, там подкопила денег, что-то в какую-то недвижимость складывает. То есть и в этом плане мои родители, вот что мне в них нравится, они и словами, и делом, и личным примером, то есть три пункта всегда было. То есть если они что-то говорили, они этому соответствовали. Всегда так было. И вот в этом плане мама-мотиватор, образование, стержень, сила, сила в плане того, женская сила. Представьте, три мужика, я вот не представляю, как это. Я вот своей жене говорю, тебе так повезло, потому что ты не знаешь, через что моя мама прошла, я ей говорю. Моя мама, я вообще не представляю, как это она, вот просто приготовить на всех, да, ей нужно еще в Акимате работать, еще нужно троих мужиков, немаленьких, все немаленькие, нужно всех накормить, обуть, одеть там, грубо говоря, а еще когда, допустим, на ней все лежало, она с этим прекрасно справлялась. Всегда на всех все было, да, то есть, это вот, это мамы того времени, я клянусь, ну, мне кажется, что, возможно, у наших жен получится стать такими, если мы постараемся, будем делать дуа, мне хотелось бы, да, чтобы они были вот такими сильными, потому что женщины того времени, это, это такой стержень невероятный, это кремень, реально, да, что еще от мамы, я получил от мамы, всегда поддержку получал, во всех своих делах, я говорю, вот, мам, я там на эту студию устроился, там, она говорит, все классно, давай работай, зарабатывай, я говорю, вот там работаю, все классно, супер, даже был момент, когда меня со второго курса универа, с консерватории, выкинули уже, и мне стыдно отцу сказать, что меня выкинули, что я знал, что я не хочу отца так расстраивать, разочаровывать, мама все знала, и мама всегда была моей, знаете, в семье человеком, который меня, который могу подойти, какие-то свои слабости рассказать, да, а перед отцом уже стыдно было, потому что не хотел отца подводить, да, а мама нормально, она меня еще поддерживала, она говорит, ну, давай что-то сейчас придумаем, я год работал на студиях, трех студиях, зарабатывал деньги, я говорю, мам, я сейчас поеду на студиях, я заработаю кэш, и она отцу говорила, что он учится дальше, то есть она меня прикрыла, каждое утро мы выезжали на автобусе вместе, она меня оставляла по адресу студии, первой, на которой я работал, потом я пешком шел до следующей, и вечером она меня забирала, потом мы еще купили тачку, чтобы передвигаться, у нас был меренокласса, маленький, зеленый, и она меня возила еще, мы вместе с ней выезжали, она меня возила, и забирала, то есть она меня прикрыла, потом на следующий год, я уже за деньги перепоступил, снова в универ, и дальше учился, и она как бы вот прикрывала мне в этих моментах, потом в какой-то момент она с отцом, она говорит, ну все, ему надо, короче, уже все, он вот сейчас будет с пацанами жить на квартире, пусть приучается ко взрослой жизни, все, и мой отец тоже очень сильно любит маму за то, что она ему сильно облегчила вопросы моих каких-то, когда она его не утруждала, что вот что думаешь, она говорила, короче, вот ему сейчас надо, ему сейчас надо это, и мой отец говорил, да, нет, все, там не было обсуждений каких-то, все, она вот сейчас нужно это, он говорит, все, сейчас нужно на саксофон, он на кэш, нужно это, нужно то, то есть, вот мама для меня пример идеальной жены, какой она должна быть, сильной, она должна быть всегда поддерживающей, в то же время мама всегда была, всегда была любвеобильная, да, Я помню, у нас с мамой раньше традиция была дома, а еще отец постоянно в командировках, это вот период как раз от 1 до 10 лет, как сейчас помню, у нас классная квартира была, с видом на коктубе, с большим балконом, у нас был телек классный, кабельная на тот момент, Алма-ТВ уже туда-сюда, и маме у нас была традиция, мы брали, у нас был раскладной столик такой, и мы просто брали две пачки семечек и просто смотрели фильм и щелкали семечки, просто вдвоем, то есть, в такие моменты, я еще помню, мама засыпала, и она этот, знаете, этот, сквозь сон смотрела фильм, знаете, такая классическая ситуация, я говорю, мам, ну все, уже идите спать, короче, она, не-не-не, я смотрю фильм, то есть, у нас много и романтических моментов, да, с мамой было, и мама мне всегда там объясняла, там, сына запомни, там, девушки немилые создания, я говорю, все, мам, понял, да, то есть, и мама со мной очень была искренняя во многих аспектах, то есть, она тоже со мной, уже когда я подрос, она со мной, как со взрослым человеком разговаривала, она мне говорила вещи, которые, казалось бы, не стоит говорить, да, детям, но она мне говорила, потому что, ну, она за меня переживала, и про маму, на самом деле, можно, про маму бесконечно можно говорить, да, про отца-то все четко, да, там, все структурировано, а про маму, там, эмоции, какие-то мотивации, да, там, определенные, ну, то есть... Я, Бахтияр, поделюсь своими идеями, да, насчет матери, у меня, вот, я рассказывал, я же без отца вырос, и мать, по большому счету, она не была мне матерью, вот, в прямом смысле слова, матерью, она мне не была, потому что она не смогла вот эти роли совместить, Это сложно. Не было возможности, времени не было, все время на работе была, и там, если она вечером приходила, то есть, у нас все общение сводилось в проверке, там, домашнего задания, там, ну, и в таком духе, и матч была еще и очень жесткая по характеру, Ну, ну, сама по характеру такая, жесткая, волевая, и плюс это отражалось на взаимоотношениях наших, отражалось И я свою мать, вот, я ей безмерно благодарен, люблю, у меня нет на нее абсолютно никаких обид, потому что я понимаю себя прорабатывать, каким я хочу быть отцом Я там, как бы, образ, что я вот такой крепкий дуб, большой дуб, с огромными корнями, и корни крепкие, они глубоко уходят, и чтобы напитать эти корни, я должен, значит, получать знания определенные, и делать определенные вещи, чтобы эти корни укреплялись Это должны полезные вещи быть, и потом мне щелкнуло, я понял, дело, дело не во мне, если бы у меня был отец вот такой, который, я стремлюсь, и уже очень близко я к этому образу, дубу этому, да, который поддерживает, который является базой, основой для семьи У меня бы была бы мать другая, если бы у меня был такой отец, моя мать была бы другая, она бы исполнила роль матери, свое главное предназначение У женщин основное предназначение быть матерью и вырастить в заботе и в любви своих детей А для этого ей нужен тот, кто создал все условия для этого А для этого теперь, и тогда у меня вот это все перевернуло сознание, я тогда роль вообще мужчины воспринял все совсем по-другому Если раньше я воспринимал его, знаете, как стандартно, типа, вот мы самые главные, от нас все зависит, то я сейчас воспринимаю его чуть по-другому Для меня важное все-таки это женщина и мать, а мужчины, это мы те люди, которые должны обеспечить продолжение рода, чтобы мать была матерью для своих детей А мы были пастырями, давали кровь, защиту, вот эту опору и правила какие-то соответствуют Здесь очень важно, то, что вы говорите сейчас, это ислам По исламу первое правило, чтобы у тебя была счастливая семья, ты должен сделать счастливой свою жену Все, все начинается с жены, ты должен настроить грамотное отношение со своей женой Это первый совет, провоковался Теперь, почему главные, я даже сказал не главные Неприкосновенно, неприкосновенно, кайфовые, они должны жить в грамотных условиях, у них все должно быть хорошо Это жена и дети, почему? Потому что это аманат от Всевышнего Это не твое, это доверенное тебе от Всевышнего Для тебя это ответственность, на тебя Всевышний просто говорит, так, вот тебе ответственность Это мое, и ты к этому должен относиться грамотно Потому что это сам Всевышний тебе доверил Поэтому здесь мы все, мы сразу понимаем, опа Я даже иной раз, когда, допустим, что-то у нас с женой, какие-то конфликты происходят, мне потом так стыдно Я думаю, кто я такой вообще, это аманат от Всевышнего Кто я такой вообще, что-то там ей говорить, что-то ей лечить, короче И в первую очередь, кстати, очень важный пункт Я, кстати, это на практике понял Что когда что-то не так в семье, с женой, с детьми, в первую очередь ты виноват Потому что ты где-то, короче, накосячил И поэтому здесь все начинает лететь Они ни в чем не виноваты, поэтому они ни за что не отвечают За это все несешь ответственность ты Все, вот то, что с ними, это им же не записывается Это записывается тебе Поэтому вот такая тема Поэтому нам, мужчинам, тяжело Да, вот это отсюда и мужская тяжесть, да, определенная Большая ответственность, но многие же Все с ней справляются Да, не справляются Наверное, потому что они не видели этого в своей семье Зачастую вот Мы обсуждали, часто на эту тему говорили Здесь очень важно, вот Ты если подаришь Я вот, как понимаю, схема такая Ты даришь жене Все для нее делай, чтобы у нее все было хорошо, да Ты ее направляешь тоже им Это не значит, что надо там Лелеет, да, там Я недавно вот Я на одном подкасте начал говорить там про подкаблучничество Но я немножко неправильно сформулировал эту мысль, да Сейчас просто такой образ у мужчин Он такой утрированно не в ту степь идет, да Типа, эй, я мужик, ты там Типа, сиди, не базарь, короче, не умничай, да Я хотел сказать о том, что Вот, кстати, у азербайджанцев Как бы это очень грамотно Такая, да, идет грань В принципе, как и у всех тюрков, да То есть, мы жену уважаем максимально Жена это супер уважаемый человек, да Но и где-то ты должен направлять Где-то ты не должен тоже давать расслабляться, да Ты должен тоже за человеком следить, да Сказать, вот здесь вот так Где-то чему-то ее научить, сказать Вот здесь вот так бывает Здесь вот так Ты должен быть для нее таким авторитетом, чтобы она могла тебе в любой ситуации Тяжелой, не тяжелой, вопросительной Вот у меня жена всегда ко мне подходит Здесь как поступим? Я говорю, вот здесь вот так Она говорит, все хорошо Иногда она подходит, я говорю, ты в эту ситуацию сама разберешься То есть, здесь такое должно быть, да Вот я всегда называю семью это боевые товарищи Там кто-то, конечно, это друзья, любовники Это все понятно Но вот попробуйте воспринять семью как боевые товарищи, да Вы вдвоем против целого мира Вы вдвоем против этих испытаний И вы должны сообщать друг с другом двигаться И задание в длину и в жизнь Да, но за все косяки и за все, что с вами произойдет, отвечаешь ты Вот нужно всегда это Только ты ответственный за это, да И если, допустим, вот какая схема в моем понимании Как должно, дай бог получится по этой схеме пройти у нас эту жизнь То есть, ты должен обеспечить жене, чтобы все у нее было хорошо Соответственно, она даст своим детям любви и заботу, как вы сказали, в нужной мере Да Благодаря этому дети, которые уже в детстве Вот я лично Ребенок, который в детстве увидел любовь, заботу, поддержку, образование Я уже вырос с хорошим фундаментом и с хорошим нравом И благодаря этому уже в жизни у нее встретились определенные люди Которые уже вот этот фундамент, который мои родители заложили Уже они дальше становятся второстепенными причинами моего пути И дальше мой путь идет, да Но опять же все выходит из дома, да И наша цель сделать так, чтобы в первую очередь у жены Если будет хорошо, значит дай бог будет у детей все хорошо Если у детей будет хорошо, возможно у нас получится им в будущем этот фундамент привить И для меня, допустим, самое главное Для меня самое главное, чтобы мои дети выросли богобоязненными, хорошими, нравственно воспитанными людьми Чтобы они выросли незакомплексованными, да Это мое дуа, да Вот каждый день я дуа делаю за день Я говорю, чтобы они выросли незакомплексованными, богобоязненными, воспитанными, благородными, самореализованными У меня там есть пункт, потому что это тоже важно, да Вот мы говорим о призвании Это супер важно, аль-хамду-ли-ля, мне повезло, да Что у многих же в 10-13 лет это не выстреливает Да И я вот смотрю на своих некоторых, ну скажем так, бывших знакомых, да С которыми я даже уже не общаюсь У них нет призвания по жизни, они пошли после школы Да пойду на юриста, а пойду на там это Я говорю, брат, а почему ты туда идешь? Ты этим хочешь заниматься? И я всегда, я даже в те годы понимал, что, блин, как это важно, что я нашел свое призвание И это благодаря родителям, они причина этому, да, они большая и первая причина этому, да А те, кто не нашел, вот они сейчас, они до сих пор по жизни ходят Найти себя не могут Не могут найти себя, проблемы в этом И я думаю, елки-палки, как это так? Поэтому вот такая схема Но в первую очередь, я вот готовился же вчера Там разные, там звонил, у меня есть там разные люди с очень хорошим багажом знаний Я говорю, вот что по семейным темам скажете? Мне говорят, в первую очередь жена Представляете, проксессам, я говорю, в первую очередь с женой нужно отношение Если с женой все будет хорошо, это уже большой успех того, что с детьми все будет хорошо Представляете, все очень просто на самом деле И проксессам говорил, что нужно детям прививать уважение А в чем проявляется уважение? Вот, допустим, проксессам, у него такая шикарная фишка была Я раньше ее использовал, кстати, забыл про нее Вот вчера мне напомнили Он когда с маленькими детьми какими-либо общался, он всегда приседал Он с ними общался на уровне И вот я сейчас думаю, вот я сейчас вспоминаю, когда со мной мои старшие дядьки общались на уровне Это же реально классно на тебя влияет Ты чувствуешь себя значимым У тебя появляется смелость, дух определенный Когда с тобой старшие вот так вот высоко общаются, это чуть-чуть как-то не так Это я даже вспоминаю, в детстве это чуть напрягало иногда Но когда вот так тебе подходят и на равных общаются, это уже совсем другое Ну ты в хороших школах, педагоги, они должны именно так общаться с детьми Кроме, я уже не говорю про родителей Вот, если на серьезные вещи с детьми разговариваем, то надо обязательно сесть и начинать разговаривать Суна пророка, да, то есть он ничего просто так не делал Люди, к сожалению, не понимают этого Они не знают этого, во-первых, не знают, во-вторых, не понимают Я бы даже, знаете, как сказал, многие еще недооценивают это, да? Они, многие, недооценивают это Кто-то знает, недооцениваете Да, они не знают, они недооценивают, потому что не знают, какой он, да? Реально не знают, какой он, да? И реально не знают, там столько полезных советов реально И вот в частности про детей Как он себя с женами вел, да? Он всегда с женами игрался, да? Ну вот вспомните, я вот сейчас думаю, блин, а я как себя веду с женой со своей, да? И вот я недавно даже, кстати, про подкаблучество, да? Когда я пытался что-то рассказать Допустим, я вот вижу, что моя жена, вот гости пришли И, допустим, там, мама моя, да, мы сейчас вместе с ней живем Мама моя, жена, там, все женщины там убираются, моют посуду А, допустим, там, нету, да, там, большого количества женщин И моя жена, там, мои друзья пришли И я, во-первых, вижу, что моя жена, во-первых, она уставшая в целом за последние годы Ну понятно, еще ребенок, еще второй сейчас родился И, допустим, вот, прекрасная сумма пророка, да, сэсэм Помочь просто своей жене помыть посуду Раньше для меня, типа, помыть посуду, родной Ты что, завязывай? А сейчас, допустим, вот, узнав эту сумму, да? Вот, казалось бы, если бы я не узнал, что пророк это делал, сэсэм Возможно, для меня бы, ну, этот барьер не был бы разбит, да? А сейчас для меня иногда даже в кайф ей помочь, да? Я вижу, что она зашивается, я думаю, елки-палки Я иду и говорю, короче, все, иди спать, короче, я все сам сделаю Или я там, допустим, сам покушал Я там, допустим, ну, условно там, мне там перед вылетом надо позавтракать Она, кстати, всегда мне говорит, всегда, тебе что надо на завтрак? Я говорю, вот это сделай, все, накрой и ложись спать, короче Она говорит, а провожать? Я говорю, не, не провожай, просто накрой все, сделай То есть я всегда покушаю, сам помою посуду, да? То есть даже в таких мелочах, да? То есть очень много ответов, вот, мне повезло, у меня есть ответы у моих родителей, да? И еще я для себя открыл огромный мир пророка СССР и его жизни, да. А там столько фич, столько чит-кодов невероятных, да. Вот даже это, оказывается, казалось бы, с человеком на равных, да. Я вот раньше, когда с племянницей своих воспитывал, так получилось, что в этой жизни, ну, я за них отвечаю, да, в какой-то степени, да, стараюсь хотя бы что-то помогать, и наша семья помнит. Я помню, когда я с ними реально вот так вот, ну, на равных общался, они по-другому совсем информацию воспринимали. То есть, оказывается, дети это считывают как уважение. А если ты уже ребенку прививаешь своим поведением уважение, то завтра он будет уважительно относиться к другим. Заметьте, какая проблема. У невежеств есть одна большая проблема. Мы же все боремся с невежеством. Для чего мы воспитываем детей? Для чего мы стараемся, да, что-то сделать лучше в этом мире? Для того, чтобы убить невежество. А универсия, я заметил, очень важная такая черта, они не уважают людей. А почему не уважают? Потому что они, мы их не осуждаем, потому что мы понимаем, что у них этого не было дома. Они этого дома не видели. И многие, допустим, вот я брата своего понимаю, да, с отцом. Почему он такое достал, допустим? Почему у него не получилось стать отцом? Он не видел дома этого. И проблема в этом, да. И поэтому, вот как я вначале сказал, Альхамдулиля, мне Всевышний показал, Причем этот вопрос он мне показал на чужих ошибках. Реально. Многие вопросы он мне показал на моих ошибках, Чтобы меня грамотно научить, да. Но этот вопрос, он прям показал мне на чужой ошибке. И для меня это прям вот так вот. Это очень круто. И всегда, допустим, у меня жена, бывает, женщины же, они же эмоциональные. У меня там раз жена, ну там у нее, допустим, послеродовой, там, усталость, депрессняк какой-то, да, там, какая-то сцена, да, допустим. И она там, допустим, что-то там, все, она чувствует на эмоциональном плане, что все, она на грани, короче. Я всегда ей говорю, короче, я говорю, ты что хочешь, короче. Она ей все всегда переживает, из-за того, что у меня большое количество женского внимания вокруг меня, она постоянно переживает. Я ей говорю, Мария, не переживай. Все, вот я взял за тебя ответственность, и иншаллах я за тебя буду нести ее до конца дней. Потому что у меня настройка внутри, я видел, что происходит в семьях, когда кто-то из мужчин, короче, думает, что не надо ответственность держать. Я вот, кстати, хотел дать комментарий насчет детей, когда с ними садишься и на одном уровне разговариваешь. Почему это важно в том числе? Есть очень известный австрийский психолог Альфред Лэнгли. Это ученик Виктора Франкла. Это вот тот человек, который написал книгу «Скажи жизни да». Он в этом сидел в концлагере, в нескольких концлагерях, и написал книгу, которая является настольной книгой для многих психологов мира. И не только психологов. Интересно. И этот его ученик, последователь, прямой ученик и последователь, он огромную фундаментальную работу по теории личности. И вот в нем я узнал, что для формирования внутреннего я, глубинного я, настоящего я, ребенку, человеку нужно три вещи. Первое – это признание его, что он есть. И каким образом признается? Это начинает даже с момента его рождения. Ему прям, особенно мама, она в глаза ему смотрит. И глаза такие бездонные у ребенка. Глаза. Если не обратили внимание, вот даже в два месяца ребенок как будто поглощает тебя. Не помните такой момент? Это, наверное, мамы чувствуют. Они же на другом уровне это чувствуют. Да, у Марии спросите. Она там вообще полностью в детях, короче. И ребенок вот так Всевышний создал, что он смотрит неотрывно в глаза маме, смотря, может быть, это не мама кто-то, да, разные бывают ситуации. Но через эти глаза он принимает, что он есть, что он есть. И когда ты ребенка признаешь, что ты есть, ты личность, у него формируется вот это внутреннее я. Следующее, вот это признание я. Второе важная вещь, это справедливое отношение к нему. Справедливое. Максимально справедливое. Третье, уважение. Уважение это очень важно. Третье, ключевая вещь, это уважение. То есть, когда ты разговариваешь или ведешь себя каким-то образом с человеком, либо с ребенком, проявлять к нему уважение. Когда к нему так относятся, тогда формируется максимально его истинное я вот это внутри. И это то я, с кем, Бахтияр, вы в том числе разговариваете все время. Который является вашим центром принятия решения. То есть, даже когда вы куда-то свернули не в ту сторону, потом оно у вас... А подожди, ты не туда пошел. Это не твое, это не ты. Это вот это вот я, настоящее. И когда ты с этим я ближе становишься, ты становишься тем настоящим, который ты есть на самом деле. Кому ты должен... Каким ты должен стремиться, каким тебя создал Всевышний. Этот я, он еще и отвечает за твои морально-этические нормы. За то, что говорит, это правильно, это неправильно, это вот все время с кем ты беседуешь, внутренние беседы. Вот каждый из нас практически всегда, ну, как бы сам с собой разговаривает. Говорят же сам с собой. На самом деле, это мы говорим вот с внутренним я. И вот это важно, я теперь возвращаюсь к детям, что если ты признаешь, что это он, второе, ты справедливо к нему относишься, и третье, с уважением, ты ему формируешь вот это я, которое будет его основным. И оно будет адекватное. Оно будет самым адекватным. Чем справедливый, тем больше ты его признаешь, чем справедливее к нему относишься, чем с большим уважением ты относишься, тем его вот это я будет основным, и он будет центром принятия решения. Он будет принимать решение вот это вот так вот нужно. Точнее, он даже не центр, он направляет, я бы точнее так сказал. Он направляет, какое решение надо принять, в каком направлении. Скорее всего, мы больше говорим сейчас о совести. Ну, это внутренняя часть, но это фактически я. Я просто состоит из этой совести. Оно в том числе состоит из этой совести. Она состоит. Это вот мерила, так называемая. Вот, и поэтому, допустим, когда выросли, если с вами родители вот так относились, и взрослые так относились, то тогда, соответственно, у вас вот есть своё чёткое я сформированное. И оно непоколебимое, скорее всего. Оно чётко знает, куда направлять. И даже когда вы сбиваетесь, оно... Подожди, Бахтияр, сын не туда пошёл условно. Вот это моё я, оно было очень слабым, вот у меня. Но со временем, к определённому возрасту, когда получила знания, успех, головокружительные в том числе, а потом я мне говорила, ты это не то. Это не ты на самом деле. И тогда, когда я вот срезонировал, это мне, да, я тогда вот вышел вот с этой тёмной стороны на светлую сторону и принял решение быть на этой светлой стороне. Это в какой возрасте у вас произошло? Брат, это, знаете, когда... Это так, 36-37 лет. 36-37, но сколько я времени потерял? Хотя непонятно, потерял, не потерял. Всему своё время. Время только мы придумали. Да, но если была бы возможность, было бы раньше. Аллах лучше знает. И тут очень важный аспект. Я можно перебью? Конечно, конечно, я хотел... Вот почему я говорю, что это совесть, очень важно. Это я сейчас к такому размышлению пришёл. Вот Абай Кунанбайф шикарную вещь сказал. У него шикарные были изречения, и одно из которых не запомнилось с детства ещё. Он говорил всегда, что совесть – это голос Бога в человеке. Кстати, вот шикарная вещь, да? Так и есть. Это очень глубокие слова. И вот если, допустим, вот я фактически понимаю, что из-за того, что мои родители меня воспитали так, что у меня в базе так называемое второе «я», для меня это совесть, да? Появился хороший нрав, да? Вот этот внутренний хороший нрав. Благодаря этому я пришёл... Вообще, одна из важных целей, на самом деле, многие люди тоже её недооценивают. Вообще, первичная цель нам просто снова найти своего Всевышнего и познать его. Потому что если ты его познаешь, начнёшь познавать, и встанешь на путь истины, всё, там всё будет так, как нужно. И вот наша цель, грубо говоря, да, вот мои родители что сделали? Волей-неволей мы не знаем, да? Как вот всегда мой дядька, у меня дядьки по отцовской стороне, там все очень религиозные люди. Один дядька Мула даже. Там все, короче, очень верующие. И он мне всегда такую вещь говорил. Он говорил, ты – это дуа наших дедушек и бабок. Потому что реально, вот, у меня дед Мамед, допустим, да, он был супер верующим человеком, прям, супер верующим человеком. И недавно отец привёз в деревню детства, привёз мне, вот такая традиция, что он привёз мне его чётки, его коврик для намаза. И фактически мы – это дуа наших, да, предков, наших родителей, да. И всегда, когда, допустим, видят мусульманин в человеке что-то хорошее, он всегда ему напоминает, он говорит, это всё твои родители. Какими бы они ни были, да, там, религиозными, практикующими, непрактикующими, вот ты – это причина твоих родителей, это их заслуга, да, в этом мире. Всё, естественно, идёт от Всевышнего, да, но нельзя причина, да, то есть их обесценивать причины. И вот мои родители – это, в частности, самая главная их заслуга, которую они сделали, то, что я стал верующим человеком. Вот это очень важно. И для меня, наверное, первично, вот, в своих детях воспитать вот это вот «я», да, так называемый, этот нрав, эту совесть, да, чтобы завтра они смогли по личному выбору стать богобоязненными, хорошими людьми. Да, и ещё в дальнейшем же они, если они в это уйдут с правильным, да, с правильным воспитанием, они станут полезными для общества. А это вообще для меня будет просто мечта, если они вот такими будут людьми. Аминь. Аминь. Бахтияр, у меня вопрос. Вы, переехав в Москву, у вас изменилась определённым образом жизнь. Сбились пути, да, можно сказать? Сбились пути. Да, и я там посмотрел альбомы, я прям, ну, я видел, что альбомы создавались именно таким образом. У меня всё, что в моих песнях – это вся моя жизнь. Это фактически жизнь. Фактически всё – жизнь. Да. Я не хочу спрашивать, как вы сбились, я хочу узнать… Я не буду рассказывать. Да, я хочу узнать, как вы обратно вернулись или поменялись. Я вот недавно понял такую штуку, что мы не меняемся. Мы просто возвращаемся на свой истинный путь. К своему «я», к чему мы говорим. А это просто мы… Почему, говорят, заблудился? Вот это всё было милости Всевышнего. Я не знаю, за что он меня вернул. На самом деле, я зачастую, когда… Ну, у меня хорошая жизнь, я хамный для… Вот во всех планах, да, реально. Я иногда даже, когда ною, жалуюсь, я потом толпу делал за то, что я говорю, блин, какое я право вообще имею, да, перед тобой жаловаться. И я в какой-то момент понял, что всё, я, короче, свищу. Я уже гоню, короче, страшно. Мне что-то надо делать. Я причём не обратился к Всевышнему, но всё равно во мне чуть-чуть там ноль, запятая много нулей, один процент, чуть толхид оставался, да. То есть, я всегда помню, даже в самом ужасном положении своём, бесстыжем, да, что бы я творил, мне было стыдно чуть-чуть, даже чуть-чуть было стыдно перед Богом, да. Думаю, как так, короче. И в какой-то момент… Вы на дно упали, получается. Ох, так. Постучались, но больше там нет ничего, да. Да, да. Глубже нету. И потом начала потихоньку ситуация управлять. То есть, я подумаю, я думаю, всё, мне надо, короче, справляться. Вот условно, такие, да, были? Просто про себя. Вот ваш внутренний глубокий я говорить, так нельзя. Ну, это дуа. Это неправильно. Это дуа, понимаете? Наши мысли, все наши слова – это дуа. И вот тогда это было дуа, и это дуа, по милости Всевышнего, оно было принято. Хотя я сейчас вспоминаю, думаю, за что мне, я вообще там так поступил неправильно? За что мне вообще это, да? И вот так как-то всё начало потихонечку, да, органично, естественно, исправляться. И вот через женитьбу как раз-таки меня из этой рутины вытащил. Жена стала причиной того, что… А жена – это, опять же, Аманат от Всевышнего. Подарок от Всевышнего. Он мне её дал для того, чтобы я справился с одним из своих очень больших слабостей. У меня была очень большая слабость, связанная с не очень хорошим делом, да? И вот благодаря жене… А мне жена всегда говорила, блин, ты же такой благородный, классный парень. Она во мне это разглядела. Мы с ней дружили ещё 6 лет до этого, да? То есть мы с ней просто общались. Она тоже была там вокалистка, делала песни. И она всегда удивлялась моему образу жизни, да? Ну, я тогда звездой стал. Да, 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 понятно. Жена во мне всегда вот, она во мне видела. Она вот видела моё настоящее «я». Она говорит, блин, ты же такой благородный. И, кстати, многие мои друзья близкие, они тоже всегда это моё «я» видели. Говорит, блин, братан, это же не твоя тема. И она всегда это видела. И в итоге в какой-то момент я-то в 6 лет не думал, что я на ней женюсь. А потом вот в этом состоянии мы просто сидим вместе, и мне внутреннее «я», внутренний голос, говорит, всё, это твоё. Короче, забирай. Всё, у тебя нет выбора там, да, нет. Короче, забирай. Всё. Это твоё, это от Бога. А я такой же творческий человек. Я доверился этому знаку. Направление пошло. Этот голос был убедительным, да, внутри меня. И вот по причине её я с этим моментом справился. И вот я сейчас даже не верю. Я, допустим, сравниваю себя в те годы, да, там, в период 20 до 26-27 где-то это происходило. И после того, как... Даже нет, в 26 мы, по-моему, уже, да, поженились, да. В общем, 20-25, 25-30. Поделим так, чтобы было понятно. И я себя сравниваю вот в период первый, и вот я думаю, как я вообще стал семьянином? Как вообще так получилось, что я стал таким порядочным? И опять же думаю, за что мы от Всевышнего, да? Я же не заслуживаю этого, да? Но он милостивый, да? И благодаря этому я понимаю его милость, да? Фактически, если так посудить, да, вот так человечество оценить, мы очень нехорошие существа, да? Но при этом, при всём, Всевышний проявляет нам такую милость. Реально. И вот в моём случае, я даже на своей жизни понимаю это, да? Я понял, что через неё он дал мне шанс выправиться. И вот сейчас мне 30 лет, к чему это привело? У меня вот недавно родилась вторая дочка. Что произошло? Я жил в Москве, жил в Украине. Сколько было это? Где-то 4 года я жил вне родительского дома. И я даже не задумывался о том, что мои родители, сидя в большом доме, в одиночестве, стареют. Без меня. Без моей даже невесты, да? И вот благодаря этой же нитьбе, благодаря тому, что Софьюша, когда вот Мария одна, Софьюша была беременна, мы вернулись потом домой, потому что я знал, у меня к концу беременность с Мария, пришла такая миссия, думаю, блин, ну у меня первый ребёнок родится, я обязан быть с родителями. Как они не увидят своих внуков? Ему возвращаемся в Казахстан, и я понимаю, как я жёстко накосячил перед прекрасными родителями, о которых я в этом интервью говорю, да? В этом подкасте, точнее. Я приезжаю, думаю, ты вообще такой дурак. Просто взял, оставил родителей, одних, ещё в большом доме, представляете, в большом доме жить вдвоём. Люди, которые столько лет уже вместе, они уже всё пережили друг с другом, да? Ну им же хочется, чтобы рядом был сын, да? Чтобы быть. И мы вернулись, и такое благо, родители, я прям приехал, я прям увидел, как они внешне даже постарели, да, сильно. А сейчас, допустим, всё, вот Софиюшка дома, да, бегает там. У меня прям родители помолодели, реально вернулись, да, обратно. Сейчас вот второй ребёнок. И сейчас мы дома живём, большой дом, полный смеха детей, да, у Софиюшки там игрушки, здесь это, всякие там мотоциклы, папа с ней катается, молодеет, да? То есть всё началось женитьбы, и это женитьбы, это мне было как милость от Всевышнего, что вот тебе шанс исправиться. И это опять же показатель его любви, да, ко мне. Он меня вот так выправил, и сейчас я, алхаммедвилля, нахожусь в такой шикарной точке своей жизни, да, и я хочу сохранить это и попытаться даже улучшить это в лучшую сторону. И с благодарностью, в первую очередь, ко Всевышнему, к своим родителям, к своей семье и так далее, к своим близким, к своему окружению. И к своему народу и родине. Получается, кто для вас супруга сейчас? О, супруга для меня, на самом деле, мне кажется, вот моё личное мнение, невозможно супруга обозначить одним каким-то амплуа, как это принято. Ну вот у многих стереотипное такое понимание. И что значит она? Моя супруга для меня это такой незаменимый человек, реально незаменимый человек, да? Это вот после моих родителей, это вот следующий человек, да? Вариант, ты думаешь, блин, вот, реально ближе нет никого. И как-то словами сложно описать, кто она, да, для меня. Но, знаете, вот что я чувствую от неё, да? Бывает где-то, допустим, ну, там по работе, да, у меня команда, да, там есть по работе, у нас супер классные отношения в команде моей, да? И там, допустим, некоторые переживают за моё здоровье, да, допустим, в команде, да? Но, допустим, всё равно ставят концерты, да? Понимаешь, что всё, бахи, уже, по-моему, надо чуть паузу взять, нужно отдохнуть. Ну, всё равно там их личные интересы, они всё равно опережают, да? Вот это вот. Ну, понятно, да. И это нормально. То есть я не осуждаю их за это. А у неё, наоборот, у неё я первее, чем она сама. Вот это очень важная штука. Я думаю, это самая важная штука. Да. То есть, так ко мне очень мало кто относился. То есть она реально переживает за меня, реально переживает. Это искренне. Это искренне. Ну, то есть, мы же всё равно душой чувствуем, где врут люди, где, ну... А тут постоянно. Причём она иногда настаивает. Говорит, нет, тебе надо отдохнуть. Я хочу, чтобы ты отдохнула. Я говорю, не надо двигаться же. Я говорю, там, туда-сюда, говорю. Ну... Она ещё, ну, приняла ислам, да, и начала в этой теме усиливаться тоже. Она мне иногда так по знаниям ушатывает. Я недавно говорю, типа, я говорю, вот нам двигаться, надо кэш мутить там туда-сюда. Она говорит, ты вообще кэш не твой, кэш Аллах определяет. Ты как его мутишь? Я такой, ну, да, в принципе никак не мучу. Как я мучу? Мне его Всевышний просто выделяет там на разных темах. Это на жену, на родителей, И у нас не такие, да? Мы и друг другу, и любовники, и кенты, и друзья, и братан-братуха-братан, да? И супер милые два супруга. Ну, то есть, там есть всё, да, короче. Единственное, что вот сейчас мы с ней переживаем, мы переживаем такой период, когда ей нужно быть с детьми, уже с двумя. А у меня сейчас такой период в карьере, когда мне нужно усилиться, чтобы ещё больше масштабироваться. И мы сейчас такие, знаете, домой я прихожу, я такой, ну, что, в какой день, короче, хотя бы там два-три часика, может быть, что-то кинчик посмотрим там, и так далее. А там в этот, и мы сидим, да, допустим, что-то смотрим. Вот на днях роллы заказали. Просто такой кайф, просто какое-то шоу посмотрели, да, прикольно, да. Но и мы друг друга, знаете, понимаем в том плане, мне что нравится, что у нас такие очень, очень взрослые, да, зрелые отношения. В том плане, что мы так посмотрели, шоу два часа, да, и мы понимаем, что вот она сейчас понимает, что вот сейчас там вторая дочка у нас проснулась, надо идти её кормить, короче, а я сейчас шоу выключу и буду дальше там на компе что-то готовиться там. И мы так, знаете, расходимся, у нас нет такого типа, ах, типа, жалко, что вот не посидим, хотя хочется ещё посидеть, да, но мы так взрослому, типа, всё нормально, всё будет нормально. У нас такой, знаете, подход, подход успешных людей. Успешный человек, он понимает, что лучше сейчас пусть будет плохо, чтобы потом было хорошо. Это вот у многих бизнесменов такая тема. И у нас тоже такой подход, вот она, и мы даже не обговаривали это, даже не разговаривали об этом. Мы просто молча, без слов друг друга поняли, что слушай, давай сейчас, я там в своём вопросе вот здесь, ты в своём вопросе. Сейчас мы чуть-чуть поднажмём, чуть-чуть нам нужно потерпеть, но дальше будет лучше. То есть, и вот это вот понимание, без слов, да, всё круто. Конечно, она естественно подходит, она говорит, что мне тебя не хватает, это всегда так будет, женщина всегда будет не хватать. Ну, я и говорю, что типа блин, и она понимает, она говорит, я просто хочу, но типа поныть. Да, да, да. Я просто хочу, я говорю, всё хорошо, без проблем, да. То есть, такие классные отношения, классно, что она к моим родителям хорошо относится. то есть, всё чётко, хамду-ди-ла, всё чётко, да, то есть, она переживает, переживает тоже, мне ещё нравится, что мы идеологически касаемо детей, у нас первая цель, чтобы они выросли здоровыми, богобоязненными, хорошими людьми. вот это у нас, вот прям, вот в плане детей совпадает, и она, знаете как, вот за что ей большая благодарность, и ей, моей маме, моему папе, за то, что они понимают то, как, насколько я загружен, вот им большое, вообще, спасибо невероятно, то, что они мне облегчили в плане детей, то есть, мне Мария, она вот так подходит, в течение дня, три раза в день она ко мне подходит, если я дома нахожусь, она знает, что вот, допустим, там, три концерта я провёл, супер большие концерты, у меня социопатия идёт, после больших концертов особенно, мне хочется загаситься в углу, посидеть, и она прекрасно знает, что я, и мне лучше посидеть за компом, в игры поиграть какие-то там, она мне возьмёт газировки, каких-то вкусностей на готовит, да, вот в день, когда я приезжаю с работы, я сижу там дома, отдыхаю, отдыхаю, реально отдыхаю, меня ни мама, ни папа, ни жена, никто не дёргает, она просто подходит, она говорит, сейчас Софьюшка играется, на 20-30 минут, поиграйся с ней, то есть, она даже мне в этом моменте помогает, да, и всё, я с дочкой 30 минут играюсь, утром, да, допустим, она говорит, всё, иди, короче, отдыхай, я отдыхаю, и то есть, как моя мама, да, моему отцу, она мне облегчает, помогает, такая тема. Я вот, чуть свой пример приведу, да, у меня жена долгое время была, там, на задворках, по значимости, но последние годы жена стала номером один, условно, ну, как иметь, в приоритете, более в приоритете, чем мои дети, ну, а когда я понял, что она стала, она в приоритете, чем дети, когда я понял, что я могу с ней делиться важными вещами, теми вещами, которые я бы с друзьями даже, не со всеми поделился бы, как самым близким другом, вот, нам, зачем близкие друзья, их очень мало же, близких друзей, на самом деле, их очень мало, но они очень, важно, чтобы они были, и близкие друзья важны для того, что друзья никогда не предадут и всегда тебя примут. Любого. В любом состоянии. С любыми там минусами, плюсами. И никогда с тебя ничего требовать не будет. Ты мне должен то, ты мне это. Он просто тебя примет таким, какой ты есть. И когда я ваши случаи сейчас смотрю, я вижу, что вы скорее всего друг к другу очень близкие друзья. Но мы друг к другу все. Вот я бы так сказал. Реально. Я не могу ее под одну какую-то роль. И вот, допустим, она понимает, что в этот день я отдыхаю, она меня периодически вытягивает дочки, потому что она понимает, что я должен быть с дочкой. Чтобы завтра наши отношения, мои с ней отношения не пострадали. Хотя фактически она может не париться об этом. Она может думать, у нее и так с дочкой все хорошо, но она переживает за это. У нее есть понятие. В чем мы сильно сошлись, в том, что у нее дома тоже очень грамотный семейный институт. И я не буду говорить про личные моменты. Да, да. Потому что неприя понятно. Но у нас все реально. Ахамдулиля, меня Всевышний, я не только у своих родителей, да, ярке. Да, да. Я иногда понимаю, что я и у Всевышнего, да, ярке. Да, потому что он мне дал классных родителей, он мне дал классную жену, хамдулила, классные дети у меня, они очень интересные, да. Мое окружение, мое призвание, моя миссия, да. Вот все эти моменты, у меня реально все хорошо во всех планах, да. Мне не на что жаловаться, вот, я не имею права даже жаловаться, я не имею права поступать как-то неправильно, в такой ситуации, да. Вот у меня такая ответственность, да. И, кстати, тут очень важный момент, я иногда задумываюсь над этим, я думаю, вот что может быть такое, мы же всегда ищем чему-то логическое, какое-то объяснение, или причинное объяснение, да. Вот очень важная штука в исламе, даже вот в традиционном исламе, да, в нашем тюркском исламе, я всегда помню с детства, отец должен дать ребенку хорошее имя, да. Вот я где-то с другими народами, когда жил там и тут, там с нами общался, они всегда удивлялись, вот я говорю, тебя как зовут? Так-то-так-то. Что это значит? И люди многие не понимали, да, не понимали, что такое значит. Я говорю, как не знаешь? А у меня же в семье было такое понимание, мы все знаем имя друг друга, что оно значит. И мне мама с папой дали шикарное имя, Бахтияр. Бах, многие переводят как счастливчик, но на самом деле Бах с персидского, это удача и благо, данное от Бога. То есть это человек, который сопутствует благу, милости и удаче, которая дается от Бога. Да, и вот это тоже важная штука, которую всегда, вот мы всегда с женой, я всегда это объясняю, нужно хорошее имя. Детям нужно хорошее имя, потому что это очень важно. Многие вообще обесценивают эту тему. Назовем сына Леонарду. Я говорю, что это значит, братан? Ну дай ему имя со смыслом. Я говорю, вот древняя русская пословица, как ты корабль называешь, так он и плывет. Абсолютно верно. И я вот на своей жизни, вот я Бахтияр, в простом понимании, счастливчик. Вот я сейчас рассказываю, аль-хамбду, я реально счастливчик. И это тоже заслуга моих родителей, причина, заслуга моих родителей, потому что они дали мне хорошее имя. Они мне нарекли хорошую судьбу, фактически. Поэтому, не знаю, я вообще, вот на самом деле, я счастлив. И дай бог, может быть, люди увидят и поймут, что семья это классно. Ну вот по имени. Супруг зовут Мария. Это мама. Да. Это мама. Окей. Дочку Софи. София. София. Чистая. Чистая. Вторую дочку? Вторую дочку, а уже можно договорить? А уже можно, да? Вторую дочку зовут Хадиша. Хадиша. Да. Хадиша. Пророк Сауссалям. Да. Нас просто с женой очень сильно вдохновила история Хадиши. И вообще имя переводится, как многие переводят, буквально типа семимесячная. Но там прикол имени в том, что если разбирать это имя, на самом деле это так, кто раньше всех поняла истину. Она же раньше всех пророки разглядела то, что он пророк. Она первая. Поэтому ее имя переводится типа человек, который раньше всех понимает. Понимаете, я Марии говорю, вот это имя, это значит. Она говорит, блин, классное имя. Супер классное имя. И у нас было два имени, на самом деле. И потом нам врачи говорят, у вас, короче, дочка родится раньше срока. Я говорю, по-любому тогда Хадиша. Короче. Все сходится. Но она родилась прям чуть позже даже срока. Прям срок в срок, короче. Но все равно она, когда мы ее увидели, я говорю, на это по-любому Хадишка, короче. По-любому. И Софьюша. А Софьюша, она такая, короче, она реально чистая. И они такие контрастные. У меня старшая дочь, она светлая, да, такая вот русская, знаете, русская тюрка. Есть русские азербайджанцы, русские казахи есть. Она такая русская, у нее голубые глаза, короче, светлая. Но лицок вот мое, повадки все мои, короче. А Хадишка, она такая прям наша, махровая, такая черная, лоб волосатый, короче. Ну, то есть, и мне нравится, что они такие контрастные, да, то есть, и Аль-Хамдуля, мне что нравится, меня Всевышний балует даже в таких моментах, да. То есть, он мне дал интересно выглядящих дочерей, классную семью. Почему, кстати, вот Марию я выбрал, вот один из, кстати, важных факторов, который был, да. Я понимаю, что у меня мама всю жизнь парилась ради нас, да, вот реально, ради меня, ради папы, всем всегда помогала. Я подумал, что я, помните, я говорил про теорию, я верю, что поколение исправляет баги, да. Улучшает. Улучшает, да, я не назову это, это не ошибка, так было, да, но у нас есть возможность сделать получше и по-другому, да. Я подумал, вот я, опять же, благодаря своим родителям понял, что я хочу, чтобы моя жена не работала, хочу, чтобы она была вот с детьми, и в чем прикол Марии, она же, она мама, она мама, и я иногда, она прям иногда сумасшедшая в этом плане, она прям переживает за каждую мелочь, она реально мама, да, и она такая, и она тоже, я ей говорю, типа, ну, ты если не хочешь работать, ты не работай, она говорит, если я захочу потом чем-то заняться, я хочу, а мне сейчас вот в кайф с детьми, там и так далее, проводить время, и я ее, это одна из больших причин, что мне не нравится, что она мама, я вот хочу, чтобы в моей семье мама была всегда дома, и занималась всегда детьми, вот, и дай бог, если у меня получится, если Аллах захочет, и позволит, чтобы я всегда был вот отцом, который выходит из дома, воевать с этим миром, приносить домой добычу, вот, хочется, чтобы так было, а Мария, она исполнила свою главную задачу, быть, и мне нравится, что она с этой задачей, не то, что согласна, она, вот, очень же важно верить в свою миссию, ну, это ее, видать, она, она, причем, в это верит, не по своему желанию, да, она раньше хотела быть, типа, артисткой тоже, короче, потом со мной 2-3 раза на концерты съездила, она говорит, эй, короче, это не мое, вот, а потом, когда дети родились, все, она прям поменялась, и я, кстати, такую тему заметил, что женщины, с каждым ребенком, мудрее становятся, прям, вот так, пух, она уже начинает, вообще по-другому, такие начинают вещи говорить, я думаю, вау, ничего себе, то есть такая вещь, да, то есть, и для меня это такое размышление, я это воспринимаю, как будто, Всевышний через материнство, им дает апгрейд, да, определенный, да, нет, так и есть, так и есть, как мне кажется, вообще, вот, ну, откровенно говоря, нам, мужчинам, дети, по большому счету, не нужны, ну, так вот, если так разобраться, фактически нет, у нас нет уже этих инстинктов, да, у нас нет инстинктов, и, и мы можем долгое время находиться без детей, а вот матери, они не могут, ну, вот, что хочу сказать, вот, благодаря тому, что Мария, мне прививает, вот, тем, проводи время с дочкой, она для нас классные условия создает, чтобы мы игрались там, и так далее, она помогает мне, искус, даже искусственным путем, быть отцом, это тоже важно, вот, это очень тоже важная роль у матерей, они, знаешь, многие, у нас сейчас такая проблема, в том, что все слишком быстро сдаются, в самая первая мелочь, ужаснейшая мелочь вообще, не сошлись, я понял, что это не мое, вау, что это за эгоистичное вырождение, ну, еще транслируют же, типа, зачем мучить себя там, а знаете, почему это происходит, я недавно пришел к тому, может, я не смогу сейчас это сформулировать, грамотное слово, к сожалению, у людей, очень неправильное понимание, о том, что такое любовь, и как она приходит, да, вот, и плюс еще ответственность, ответственность, это отдельный вопрос, вот, зачастую, почему, допустим, расходятся муж и жена, да, мы с Марией, когда вот, у нас, мы шесть лет дружили, потом у нас произошла влюбленность, мы наивно полагали, что это любовь, да, но это была влюбленность, да, любовь, она вот только, любовь вот только сейчас начинается, да, абсолютно верно, вот, реально, и ты понимаешь, и я, знаете, что понял, я подумал, это даже лучше, что любовь вот такая, что ее тяжело, ее тяжело получить, ее нужно заслужить, нужно пройти через такие испытания, через такие ссоры, и у нас, допустим, с женой есть такая штука, вот каждый раз, когда у нас, у нас за сколько, мы уже скоро 4, нет, уже 5 лет скоро будет у нас, как мы вместе живем, как мы с браком, у нас с ней такие, мы за эти 5 лет, у нас было 3 сильных ссоры, прям такие 3 сильные ссоры, и я, как бы, я люблю многие моменты систематизировать, да, превращать в какие-то некие образы, штуки, да, там, и я ей говорю, давай будем называть это чекпоинтами, прикольно, вот нужно понимать это, как чекпоинты, если вы будете понимать, что это чекпоинт, то вы не будете расходить, вы не будете ставить на этом точку, это просто преграда, ее нужно просто пройти, и дальше мы будем становиться крепче, и реально любовь крепчает, и понимание уже другого уровня, и уже вы с полуслова друг друга ловите, проблема в том, что у нас все, из-за того, что им навязали неправильное понимание любви, я сам был жертвой этого неправильного понимания любви, да, в какой-то момент у нас начинает, встречается, а первый чекпоинт стукается, все не мое, а почему это происходит, потому что мы стали эгоистами, сейчас проблема времени, именно вот в этом плане, мы живем в век эгоизма, а любовь как раз так, и вообще все самое лучшее, что есть, да, ислам вообще эгоизм отрицает, ислам построен исключительно на альтруизме, совершенно верно, все благо находится в альтруизме, когда ты ради кого-то, ради кого-то, и вот в любви очень важно понимать, вообще и в жизни, но если мы сейчас говорим про семейные отношения, же говорим между мужем и женой, важно отключить эгоизм, все полностью отключить эгоизм, реально, и ты понимаешь, ты такой, опа, значит мне надо работать над собой, и вот в этих чекпоинтах, мы уже вот на третий чекпоинт, мы уже так шик, встретились короче, там друг другу наговорили, там туда сюда, но на следующий день мы приходим, и она говорит, вот я поняла это, вот нам нужно это проработать, я говорю, вот здесь нам нужно это, и все, и дальше идем спокойно, поэтому проблема в том, что сейчас люди не понимают, что если вы хотите любви, реальной любви, и это чувство, это одно из очень, из самых сильнейших чувств, реально, оно побуждает человечество к очень хорошим вещам, настоящая любовь, да, это чувство нужно заслужить, заслужить опять же, и в первую очередь, это нужно заслужить через что? через терпение, почему вот я вначале говорю, что терпение, это чит-код ко многим моментам в жизни, и вот в плане пары всегда это терпение, почему в исламе это считается очень нелюбимым, и очень нежелательным делом, да, у Аллаха, развод, оно дозволено, но очень нелюбимое, и очень нежелательное, в крайнем случае, и там столько условий создано, чтобы этого не произошло, и опять же, вот очень важная штука, которую я осознал, вот первые, одна из первейших категорий, которых дьявол хочет разлучить, это муж и жена, и я когда это еще осознал, я это осознал, по-моему, после первого чекпоинта, я это осознал, я подумал, а вспомни свою жизнь до нее, вот как ты жил, я такой, я вообще такую, такую ужас творил, и потом мне, один из моих друзей, опять же, в моем окружении, мы просто вот невзначай общаемся, и как бы Всевышний через него передает, что первая, одна из первейших категорий, кого хочет шайтан поссорить, это муж и жена, и я понял, я говорю, э, все, теперь, короче, то есть, когда ты соединяешь вот эти моменты, и вот эти знания, берешь оттуда, от отсюда, грамотные знания, у тебя уже нет, ты на каждом, я уже на каждом чекпоинте, вот так вот, ну, спокойно отношусь, я уже иду к своим там, близким друзьям, с ними советую, что, как поступить, там тут, с ней, допустим, пытаюсь как-то, обращаюсь к знаниям, да, что здесь делать, и все, и все решается, и с каждым разом, любовь все крепнет, и крепнет, и крепнет, и опять же, если так понять, вот мы, допустим, вот вы, вообще сколько, 37 лет? Мне 48 лет. 48 лет, мачкула, комплимент вам, зачтем как комплимент, да, вот 48 лет, да, вот, вы прежде чем таким стать, вы вначале были эмбрионом, да, то есть, и все в этой жизни вокруг, нам же весь мир вокруг дан, как инструмент для размышления, все в нашей жизни происходит постепенно, и уж тем более, такое качество, как любовь, достигается постепенно, и очень тяжело, да, то есть, я просто хочу чуть-чуть в нашу программу привнести, мы просто все о хорошем говорим, но надо сказать одну такую реалистичную вещь, которую всем нужно понять, что вот за всеми этими вещами, за хорошими отношениями моих родителей, хорошим воспитанием, моих отношениях с женой, с детьми, за всей моей вот этой жизнью, всегда стояли вот эти чекпоинты, испытания, да, но есть одна штука, люди не понимают одного, если проблема приводит тебя к благоприятию, благому, это не проблема, и не нужно воспринимать испытания, как какую-то ужасную вещь, как раз таки, у нас еще у людей, такое есть очень неправильное понимание, они думают, что если у человека, допустим, есть деньги, какие-то блага материальные, там и так далее, значит, чего Всевышний любит, ну, есть же такой стереотип, а оказывается, деньги, вот это все, это вообще не является признаком любви Всевышнего, Всевышний может, это возможно наоборот, испытание, нет, Всевышний может дать, даже тому, кому не любит, может просто дать, он просто пожелал кому-то дать, это не надо, но одним из главных признаков любви Всевышнего является испытание, и когда мы это понимаем, в частности, допустим, в семейной жизни, раз что-то наступило, ты должен понять, опа, тебе Всевышний дает то, и, кстати, испытания Всевышний дает только те, которые ты можешь пройти, поэтому, когда это в семье наступает, нужно, нужно, во-первых, в первую очередь, нужна, первая реакция должна быть грамотная, ты должен такой, хоп, собраться, чуть-чуть собрался, хорошо, можешь чуть-чуть одну такую слезинку пустить, чуть-чуть те же, но сразу нужно включиться, опа, подумать, все Всевышний, я понял, я прошу у тебя облегчения, прошу у тебя грамотного руководства, чтобы я это испытание грамотно прошел, и чтобы в этом для меня было благо, и все, идете решать эту проблему, но с позитивным настроем, веря в то, веря в то, что после испытания, за каждой трудностью наступает облегчение, и за каждым испытанием наступает большое благо, и ты как раз, у вас с женой такой, чекпоинт случился, такой, чуть-чуть, короче, вы там максимум три дня, короче, максимум три дня, там чуть-чуть поиграли санта-барбару, драму там и так далее, потом все собираешься в кучу, в первую очередь, это мужик должен сделать, если жена может, допустим, через три дня не оправиться, там смотря какой эмоциональный фон будет, но ты как мужик обязан, короче, собраться, и как вектор в семье, ты должен так посадить ее, сказать, короче, так-то, 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 мы не расходимся, даже не думая об этом, вот я так иногда смотрю, даже вообще не думая об этом, я от тебя не отстану, и ты от меня никуда не свалишь, мы двигаемся дальше, вот здесь была такая ситуация, вот здесь так-то, здесь так-то, все, окей, я поняла, все, я на свое, все, и мы идем дальше, и с каждым разом, ты начинаешь понимать, тебя уже просто, ты посмотрел, тебя с полуслова понимают, да, и вот это, вот эта любовь, и она тоже ценная, это же драгоценность, любовь, это драгоценная, просто люди должны понять, что все, что в этой жизни ценно, даже в этой жизни, нефть, бриллианты, оно все очень труднодоступно, Всевышний это все сделал, труднодоступным, и тем более, любовь, а любовь, она гораздо ценнее, чем бриллианты, нефть, или какие-либо влага, поэтому, людям просто надо понять, что если хотите любви, ее надо будет заслужить, заслужить, пройти испытания, и убрать эгоизм, эгоизма вообще не бывает, в жизни спокойного, в жизни человека, у которого духа внутри, все в сердце спокойно, у него нет эгоизма, он есть в очень маленьких, количествах, для того, для саморазвития, опять же, наш нафс, это не совсем грех, наш нафс, нам нужно просто наш нафс воспитать, и так перенастроить, опять же, вот допустим, ваше желание учиться, и познавать книги, это тоже ваш нафс, то есть, ваш нафс может работать, на благо вам же, может, но вы должны его обуздать и воспитать, проблема в том, что зачастую так случается, что нафс нами управляет, да, и вот такой вот нафс, зачастую подвержен, наущениям шайтана, и здесь тоже очень важно, то есть, нафс можно настроить в правильное русло, нужно с этим работать, но вот, в семейной жизни, точно эгоизму нет, любовь достигается трудно, не обманывайте себя всякими сказками, байками, там, про то, что там, не любовь совсем с первого взгляда бывает, бывает влюбленность с первого взгляда, если она у вас случилась, допустим, да, то постарайтесь ее реализовать, да, ну и опять же, это, наверное, из-за ответственности, вы правильно говорите, это вот, кстати, у меня такая тема была, когда вот с Марией, да, вот этот пришел голос, фактически, я мог бы с ней, допустим, да, там, несколько лет до того, как влюбленность пройдет, пожить, а потом влюбленность прошла бы, я мог бы уйти, но тут уже включается ответственность, тут уже включается ответственность, тут уже нужна ответственность, да, вы правильно говорите. Насчет эгоизма, я, вот для меня эгоизм, это ложное я. Ложное я? Вот это ложное я, которое есть, не настоящее, не настоящее, все, что твое настоящее, там нет эгоизма, там все, что ты делаешь, оно предназначено больше не для тебя, как такового, а как миссия, которую вот тебе дал всевышний что-то и ты это делаешь вот я когда говорю же что 10 лет назад я принял решение что все что я теперь буду значимое делать это будет только положительное то что будет полезно полезно это я уже вот начал приближаться там ну откровенно говоря к всевышнему и к себе к своему настоящему я а все остальное вот это мишура там деньги известность тачки там ну короче это все на самом деле не имеет значения не имеет значения это вот как раз таки ложная что нас наоборот отворачивает в обратную противоположную сторону от своего настоящего я если ты нашел путь если вот всевышний или ты я ну вот всевышний направил тебя и показал слушай вот ты там на самом деле это вот это просто ну вот это самое благо которое есть это большая мило за это милость и тогда ты можешь реализоваться реализоваться вот свое предназначение и помочь реализоваться своим детям которые у тебя есть у меня вопрос вот бахтер зачем вам дети зачем мне дети да очень интересный вопрос зачем вам дети зачем вам две дочери а здесь наверно такой вопрос вот все обе наши дочки они желаемые запланированы да но я не могу себе ответить на вопрос зачем они мне да я могу понять это как милость от всевышнего я могу понять это как ответственность как вы чувствуете я даже не могу пока сказать на этот вопрос вот я сейчас думаю и у меня нет ответа такого прям осознанного ответа интересный вопрос продолжение рода у меня нет вот этого вот нет до этого продолжения рода может быть отчасти я хотел детей для того чтобы сделать счастливой свою жену вот у меня сейчас такое открывается но вот такой ответ чтобы у нас была семья чтобы мы жили счастливо может быть потому что у меня была в жизни классная семья и мне тоже хотелось повторить этот опыт может быть поэтому там то есть это какой-то знаете бессознательное вот я о чем говорю я вот сейчас размышляю возможно из-за того что я хотел сделать счастливой свою жену чтобы у нас была семья просто она тоже этого хотела она всегда хотела мы вот вместе жили я говорю вот хочется у нас все дети были даже у нас семья была да а зачем они мне я не могу ответить да может быть потому что у меня была классная семья я хотел тоже повторить этот опыт может быть потому что так нас так вот принято да у людей я даже не знаю почему но мне кажется участвовать вы говорите да мне кажется что мне не для вас дети вы не просто так про счастье сейчас говорите насчет счастливой жены если у вас будет счастливая жена если у вас будут дети вы бы счастлив будет бахтияр может быть да скорее всего они знаете как вот вместе с ними в мою жизнь приходят еще пришло какой-то вот как творческий человек я еще рассуждаю тоже тоже неотделимая часть меня вот вместе с ними в мою жизнь пришло невероятное вдохновение на какие-то новые свершения еще вот вместе с ними вместе с ними по в мою жизнь пришло очень грамотное отношение к ответственности вот они мне она они меня этому учат да они меня вдохновляют они меня это мучит вот вопрос зачем мне дара они меня учат расширяться вот я смотрю на них я вот благодаря вдохновению от них не боюсь масштабировать я хочу становиться еще больше они меня вдохновляют очень сильно они меня учат быть ответственным да очень же еще важно понимать что не мы воспитываем детей аллах нам дает детей чтобы нас воспитать до через них тоже важно что они это чистый чему их воспитывать наша цель максимально не испортите куда абсолютно по во время до их возрастление как чистый лист бумаги да да это правда и это кстати мне асхат по моему асхат да да он нет у нас и когда мы давно с ним общаемся он когда это сказал вопрос меня ушатал я думаю я брат только у меня дети я еще не шарю но я потом эту тему понял и это действительно так насчет счастья вы знаете вот допустим я что чувствую от своих дочерей да очень такой интересный момент из за того что я такой человек до который на себя всех взвалил в какой-то момент да вот все со мной да у меня появилось такое неправильное качество я начал ожидать от них что-то а я не имею права ожидать я должен ожидать только от свершнего но у меня было такое я сейчас над этим еще параллельно работаю это сложно это долго но это долго но с этим надо работать и вот все равно какие-то не неровности случаются да допустим между нами а случаются они потому что я что-то от них ожидают и вот моя дочь в частности софия что ходишка еще маленькая софия вот у меня нет от нее никаких ожиданий все вот просто безусловная абсолютная любовь вот что она мне скажет я буду делать горды я не горды и там кто там я там стадион собрал стадион не собрал если моя дочка вот так показывает все я делал и между нами такие вот нет никаких ожиданий перед друг другом и абсолютно любовь что мне еще нравится в ней вот не удивляет знаете что у нее я еще двух лет нету она еще даже не не разговаривает да у нее уже есть она там я сижу допустим я встаю с дивана она приносит не тапочки ложит я сижу кушаю она приходит садится ко мне на колено и кормит меня да то есть у меня как будто от дочерей знаете что чувствую такую знаете вот абсолютную любовь я от них чувствую я чувствую что когда я вырасту вот от них я не не будет ожиданий каких-то у них не будет от вас не будет никаких от меня ожиданий у меня от них не будет ожиданий нас будет абсолютно любовь да и вот то есть и почему я же в песнях тоже это постоянно воспеваю я всегда пытаюсь найти туда вот эту формулу и мои дочери в частности софьюша пока ходишь к маленькой вот софьюша уже мне даже не дойдя до двух лет уже мне доказывает и показывает что вот эта чистая любовь она существует может быть из-за этого и вот в том то в плане и счастья да а в насчет счастья условно если моя дочь просто смеется и улыбается все у меня внутри там происходят такие процессы это уже это бессознательное необъяснимое да то есть с учетом своего там опыта жизни я считаю что каждый человек хочет быть счастливым и вот важные люди и важные вещи включая даже то чем ты занимаешься это является частью этого пути к счастью чтобы человек себя очи ощущал счастливым фактически штуку часть это это реализованным быть да то есть вот реализовано как человек и когда я вот говорю уже вот альфреда ленглия когда я работу изучал и для себя определял истинное я и что такое из чего я состою истинное я еще стоит и тогда я пришел к убеждению и к выводу к тому что я состою вот из того какой есть из моей мамы из моих проектов которые делаю из моих детей из моей жены и теперь истинный я это это не просто я один а это вот мои самые значимые люди и мои проекты которые вот ну они на благо на правду мы с вами абсолютно в этом похожи для меня также это мои родители моя жена мои дети моя работа то бишь моя команда мои пацаны и наше движение принципе все на и и вот когда вот это осознание пришло я вот для себя у меня выкристаллизовалась что вот это это надо держать оно не должно уходить никуда в сторону надо всегда помнить что я состою теперь не только из себя из своих детей и жены там родителей но это как раз таки альтруизм ну да по вашему это альтруизм да это как потому что я вот вспоминаю даже нить бы не о ком было думать я даже вот у меня как было у меня деньги были я просто откладывался откладывалось много кэша на счетах я тоже не тратил куда их девать куда чуну там в ресторане покушаешь но там на это уйдут ну от этого там уйдет 00 чего когда жена появляется да то есть в исламе как жена еще мужчину подталкивает к тому что он грамотно начинает дуне распоряжаться в этой на плохие нехороший случайно то есть и ты уже вместе с женой ты уже откладываешь там наследство там планируешь ты уже слышишь мужиком во всех планах начинаешь бизнес делать надо там подмутить надо там семья и семейная жизнь это большое благо почему рак мухаммаса сам очень важная штука он говорил что он говорил что вообще женить бы это половина вера мусульмане и холостой мусульманин в отличие от женатого мусульмана женатый мусульман получает в семь раз больше совалов за любое благое дело нежели чем холостой и представьте женить бы это половина веры я реально с этим согласен это реально это такое воспитание это такое благо и ты даже те же момент то что я к родителям уже по-другому потому что когда у меня свои дети появляются и такого папа и как моим родителям тяжело было какое говню перед своими родителями был оказывается да то есть ты начинаешь через это все понимать но вот вот эти пункты да мы перечислили да вот на самом деле я я на я нашел какой-то чит-код того как вот эти пункты мы же еще хотим эти пункты в порядке держать на вот очень важный пункт чтобы вот здесь все было в порядке нужно в первую очередь зарабатывать самое главное что дано вот на же это довольство всевышнего и через если ты себя настраиваешь через эту цель да тебе не нужно вот так вот заниматься до каждым пунктом если вот не будет давать сушник ты будешь каждым пунктом заниматься и я нас будет очень тяжело эти но если ты вот здесь поставил цель довольства всевышнего все и это старая сверху не сетина и это стараешься в каждого сферу своей жизни в частности этих пунктов тоже поставить там все так пойдет легко я узнать какой аллегорию привожу вот человек без веры и человек с верой чем отличается вот человек без веры у него все четко у него тоже есть семья у него все есть коллега в постоянной суете он неспокоен внутри он постоянно в разрыве с семьей да там все может быть хорошо но в разрыве он неспокоен да а я говорю что верующий человек он эти как-то он как ребенок на детской площадке который играется там себе до песочницы как хотя он взрослый у него там семья но ты как-то легко все происходит пусть ты понимаешь что там на скамейке сидит твой опекун да вот как на детской площадке и ты не переживаешь ты знаешь что он а тебе позаботиться он тебя защищает и он тебе все поможет сделать и вот когда я понял что вот нужно вот здесь сверху вниз как уговорить это очень грамотная мысль сверху вниз все если ты еще это привносишь сюда допустим уважать родители ради удовольствия всевышнего быть хорошим мужем ради удовольствия всевышнего если во всех этих пунктах есть это намерение там все идет с такой легкостью с таким кайфом и вот это счастье внутри она увеличивается в многократном размере потому что она не просто становится настоящим она становится многократным всеобъемлющим да вот и ислам же не просто так про эти пункты горит он как раз про эти пункты говорит да но он говорит что если вы хотите чтобы у вас вот здесь вот эти пункты были вы до 8 мое довольствие все туда работаем с этим здесь все всевышний сделать так что ты сам не понимаешь зачастую подумайте мы же по факту и все неправильно делаем но кто-то нам помогает кто-то нам помогает все сделать четко в эту жизнь заметьте вот всегда так это происходит поэтому здесь такая темно это классная мысль насчет того что действительно вот эти все моменты нам помогают быть не эгоистами и становится частью нашего я потому что я вспоминаю себя даже нить бы его сюда вот этих вот до бахи нынешнего апдейта нет смысла жизни не было ну я там жил ради себя что-то там ну как-то я даже даже с улыбкой не вспомнить момент в эту жизнь на а вот сейчас а вот сейчас я поистине счастливый человек прям реально счастливый человек хоть мне и в разы труднее в отличие от этого баки мне сейчас потруднее но в этих трудностях такой кайф испытываешь я понимаю ты и ты еще знаешь ты еще чувствуешь свою значимость и вот это знаете ты чувствуешь некую мне кажется вот такая честь да все вышло что вот он тебе позволил быть мужчиной в доме он тебе позволил быть главного доме помогать своим родителям вести своих пацанов то есть ты от этого всего получаешь такой кайф и вот я сейчас допустим мне я не хочу подвести его теперь понятно что всех их но в первую очередь его да потому что есть такая тема допустим на мы недавно с одним братом учались и что-то нас нас один наш брат угостил едой я ему говорю спасибо брат было очень вкусно и он говорит ты должен благодарить всевышнего типа я говорю но если я не мне не благодарен по отношению к творению которая стала причиной этого значит я уже косвенно не благодарен всевышним и здесь тоже очень важно понимать да то есть он нужно через это вот к нему до проверять эту благодарность и грамотно относиться и всегда помнить очень важную вещь вот всегда каждый тебе напоминать что твои дети твоя жена твои деньги не это тебе ничего нам вообще ничего не принадлежит это не твое и это нам помогает это мне знаете с чем помогает вот когда я хочу допустим на орать или там газануть короче вот если бывает бывает когда не справляюсь с этим это нормально бывает когда сразу правильная реакция происходит я такой так стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп это твое его нет тогда какое право ты имеешь на это кричать тоже не твое крутание мое все предлагаю на этом завершить супер достаточно материала я думаю сверх достать но классно пообщались классно пообщались бы меня я надеюсь что это принесет пользу наш партнер сеть магазинов детской одежды утепути разыгрывает сертификат на 50 тысяч тенге среди наших подписчиков победителем станет подписчик чей комментарий наберет наибольшее количество реакций использовать сертификат вы сможете в одном из 10 магазинов утепути которые расположены в алматы астана актюбе шимкент и ускимен победитель будет определен 31 января